Владислав Ходосевич. Некрополь. Воспоминания. Москва. Советский писатель. Олимп. 1991 год. Владислав Филицанович Ходосевич. 1886-1939 год. Талантливейший русский поэт, критик, историк литературы. В 1922 году эмигрировал за границу. Жил и умер в Париже. Книгу «Некрополь. Брюссель. Петрополис. 1939 год. Ходосевич составил из воспоминаний, написанных в годы эмиграции. В своем полном виде эта книга издается в нашей стране впервые. Воспоминания о некоторых писателях недавнего прошлого основаны только на том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах. Сведения, которые мне случалось получать из вторых и третьих рук, мною отстранены. Два-три незначительных отступления от этого правила указаны в тексте. Конец Ренаты В ночь на 23 февраля 1928 года в Париже, в Нищенском отеле Нищенского квартала, открыв газ, покончила с собой писательница Нина Ивановна Петровская. Писательницей называли ее по этому поводу в газетных заметках. Но такое прозвание как-то не вполне к ней подходит. По правде сказать, ею написанное было незначительное и по количеству, и по качеству. То небольшое дарование, которое у нее было, она не умела, а главное, вовсе и не хотела истратить на литературу. Однако в жизни литературной Москвы между 1903 и 1909 годами она сыграла видную роль. Ее личность повлияла на такие обстоятельства и события, которые с ее именем как будто вовсе и не связаны. Однако, прежде чем рассказать о ней, надо коснуться того, что зовется духом эпохи. История Нины Петровской без этого непонятна, а то и незанимательна. Символисты не хотели отделять писателя от человека. Литературную биографию отличной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом. И в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда. Но в постоянном стремлении к этой правде протекла в сущности вся его история. Это был ряд попыток, порой истинно героических, найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства. Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел бы слить жизни творчества воедино. Мы знаем теперь, что гений такой не явился. Формула не была открыта. Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недовоплотилось. Часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощались в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции. Процент этой утечки в разных случаях был различен. Внутри каждой личности боролись за преобладание человек и писатель. Иногда побеждал один, иногда другой. Победа чаще всего доставалась с той стороны личности, которая была даровите, сильнее, жизнеспособнее. Если талант литературный оказывался сильнее, писатель побеждал человека. Если сильнее литературного таланта оказывался талант жить, литературное творчество отступало на задний план, подавлялось творчеством иного, жизненного порядка. На первый взгляд странно, но в сущности последовательно было то, что в ту пору и среди тех людей дар писать и дар жить расценивались почти одинаково. Выпуская впервые «Будем как солнце», Бальмонт писал, между прочим, в посвящении Модесту Дурнову, художнику, создавшему поэму из своей личности. Тогда это были совсем не пустые слова. В них очень запечатлен дух эпохи. Модест Дурнов, художник и стихотворец, в искусстве прошел бесследно. Несколько слабых стихотворений, несколько неважных обложек и иллюстраций, и кончено. Но о жизни его, о личности, слагались легенды. Художник, создающий поэму не в искусстве своем, а в жизни был законным явлением в ту пору. И Модест Дурнов был не одинок. Таких, как он, было много, в том числе Нина Петровская. Литературный дар ее был невелик. Дар жить неизмеримо больше. Из жизни бедной и случайной я сделал трепет без конца. Она с полным правом могла бы сказать это о себе. Из жизни своей она воистину сделала бесконечный трепет. Из творчества — ничего. Искуснее и решительнее других создала она поэму из своей жизни. Надо прибавить, и о ней самой создалась поэма. Но об этом речь впереди. Нина скрывала свои годы. Думаю, что она родилась приблизительно в 1880 году. Мы познакомились в 1902. Я узнал ее уже начинающей билетристкой. Кажется, она была дочерью чиновника, кончила гимназию, потом зубоврачебные курсы, была невестой одного, вышла за другого. Юные годы ее сопровождались драмой, о которой она вспоминать не любила. Вообще не любила вспоминать свою раннюю молодость, до начала литературной эпохи в ее жизни. Прошлое казалось ей бедным, жалким. Она нашла себя лишь после того, как очутилась среди символистов и декадентов в кругу Скорпиона и Грифа. Да, здесь жили особой жизнью, не похожей на ее прошлую. Может быть, и вообще ни на что больше не похожей. Здесь пытались притворить искусство в действительность, а действительность в искусство. События жизненные, в связи с неясностью, шаткостью линий, которыми для этих людей очерчивалась реальность, никогда не переживались, как только и просто жизненные. Они тотчас становились частью внутреннего мира и частью творчества. Обратно, написанное кем бы то ни было, становилось реальным, жизненным событием для всех. Таким образом, и действительность, и литература создавались как бы общими, порою враждующими, но и во вражде соединенными силами всех, попавших в эту необычайную жизнь, в это символическое измерение. То был, кажется, подлинный случай коллективного творчества. Жили в неистовом напряжении, в вечном возбуждении, в обостренности, в лихорадке. Жили разом в нескольких планах. В конце концов, были сложнейше запутаны в общую сеть любвей и ненавистей личных и литературных. Вскоре Нина Петровская сделалась одним из центральных узлов, одною из главных петель той сети. Не мог бы я, как полагается мемуаристу, очертить ее природный характер. Блок, приезжавший в 1904 году знакомиться с московскими символистами, писал о ней своей матери. Очень мила, довольно умная, Такие определения ничего не покрывают. Нину Петровскую я знал 26 лет. Видел добрый и злой, податливый и упрямый, трусливый и смелый, послушный и своевольный, правдивый и лживый. Одно было неизменно. И в доброте, и в злобе, и в правде, и во лжи всегда во всем хотела она доходить до конца, до предела, до полноты, и от других требовала того же. Все или ничего могло быть ее девизом. Это ее изгубило. Но это в ней не само собой зародилось, а было привитое эпохой. О попытке слить воедино жизнь и творчество я говорил выше, как о правде символизма. Эта правда за ним и останется, хотя она не ему одному принадлежит. Это вечная правда, символизмом только наиболее глубоко и ярко пережитая. Но из нее же возникло и великое заблуждение символизма, его смертный грех. Провозгласив культ личности, символизм не поставил перед нею никаких задач, кроме саморазвития. Он требовал, чтобы это развитие совершалось, но как, во имя чего и в каком направлении, он не предуказывал, предуказывать не хотел, да и не умел. От каждого, вступавшего в орден, а символизм в известном смысле был орденом, требовалось лишь непрестанное горение, движение, безразлично во имя чего. Все пути были открыты с одной лишь обязанностью — идти как можно быстрее и как можно дальше. Это был единственный основной догмат. Можно было прославлять и Бога, и дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно, требовалась лишь полнота одержимости. Отсюда лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все переживания почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны. В свою очередь отсюда вытекало безразличное отношение к их последовательности и целесообразности. Личность становилась копилкой переживаний, мешком, куда сцепались накопленные без разбора эмоции, миги, по выражению Брюсова, берем мы миги их губя. Глубочайшая опустошенность оказывалась последним следствием этого эмоционального скопидомства. Скупые рыцари символизма умирали от духовного голода на мешках, накопленных переживаний. Но это было именно последнее следствие. Ближайшим, давшим себя знать очень давно, почти сразу же, было нечто иное. Непрестанное стремление перестраивать мысль, жизнь, отношения, самый даже обиход свой по императиву очередного переживания влекло символистов к непрестанному актерству перед самими собой, к разыгрыванию цели собственной жизни, как бы на театре жгучих импровизаций. Знали, что играют, но игра становилась жизнью. Расплаты были не театральные. «Истекаю клюквенным соком», кричал блоковский паяц, «но клюквенный сок иногда оказывался настоящей кровью». Декаденство, упадочничество Понятие относительное. Упадок определяет соотношение к первоначальной высоте. Поэтому в применении к искусству ранних символистов термин «декаденство» был бессмыслен. Это искусство само по себе никаким упадком по отношению к прошлому не было. Но те грехи, которые выросли и развелись внутри самого символизма, были по отношению к нему декаденством, упадком. Символизм, кажется, родился с этой отравой в крови. В разной степени она бродила во всех людях символизма. В известной степени или в известную пору каждый был декадент. Нина Петровская и не она одна из символизма восприняла только его декадентство. Жизнь свою она сразу захотела сыграть. И в этом, по существу, ложном задании осталась правдивую, честную до конца. Она была истинную жертвою декадентства. Любовь открывала для символиста или декадента прямой и кратчайший доступ к неиссякаемому кладезю эмоций. Достаточно было быть влюбленным, и человек становился обеспечен всеми предметами первой лирической необходимости — страстью, отчаянием, ликованием, безумием, пороком, грехом, ненавистью и так далее. Поэтому все и всегда были влюблены. Если не в самом деле, то хоть уверяли себя, будто влюблены, малейшую искорку чего-то похожего на любовь раздували изо всех сил. Недаром воспевались даже такие вещи, как любовь к любви. Подлинное чувство имеет степень от любви навсегда до мимолетного увлечения. Символистам самое понятие увлечения было противно. Из каждой любви они обязаны были извлекать максимум эмоциональных возможностей. Каждая должна была по их нравственно-эстетическому кодексу быть роковой, вечной. Они во всем искали превосходных степеней. Если не удавалось сделать любовь вечной, можно было разлюбить. Но каждое разлюбление и новое влюбление должны были сопровождаться глубочайшими потрясениями, внутренними трагедиями и даже перекраской всего мира ощущения. В сущности, для того все и делалось. Любовь и все производные от нее эмоции должны были переживаться в предельной напряженности и полноте, без оттенков и случайных примесей, без ненавистных психологизмов. Символисты хотели питаться крепчайшими эссенциями чувств. Настоящее чувство лично, конкретно, неповторимо, выдуманное или взвинченное лишено этих качеств. Оно превращается в собственную абстракцию, в идею о чувстве, потому-то оно и писалось так часто с заглавных букв. Нина Петровская не была хороша собой, но в 1903 году она была молода, это много, была довольно умна, как сказал Блок, была чувствительна, как сказали бы о ней, живя она столетиям раньше. Главное же, она умела попадать в тон, она тотчас стала объектом любви. Первым влюбился в нее поэт, влюблявшийся просто во всех без изъятия. Он предложил ей любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак невозможно, тут действовало и польщенное самолюбие, поэт становился знаменицатью, и страх оказаться провинциалкой, и главное, уже воспринятое учение о мигах. Пора было начать переживать. Она уверила себя, что тоже влюблена. Первый роман сверкнул и погас, оставив в ее душе неприятный осадок, нечто вроде похмелья. Нина решила очистить душу, в самом деле несколько раз уже оскверненную поэтовым аргиазмом, она отреклась от греха, облачилась в черное платье, каялась. В сущности, каяться следовало, но это было более переживанием покаяния, чем покаянием подлинным. В 1904 году Андрей Белый был еще очень молод, золотокудр, голубоглаз и в высшей степени обаятелен. Газетная подворотня гоготала над его стихами и прозой, поражавшими новизной дерзостью и иногда проблесками истинной гениальности. Другое дело, как и почему его гений впоследствии был загублен, тогда этого несчастья еще не предвидели. Им восхищались. В его присутствии все словно мгновенно менялось, смещалось силие озарялось его светом. И он в самом деле был светел. Кажется, все, даже те, кто ему завидовал, были немножко в него влюблены. Даже Брюсов порой подпадал под его обаяние. Общее восхищение, разумеется, передалось и Нине Петровской. Вскоре перешло во влюбленность, потом в любовь. О, если бы в те времена могли любить просто во имя того, кого любишь, и во имя себя. Но надо было любить во имя какой-нибудь отвлеченности и на фоне ее. Нина обязана была в данном случае любить Андрея Белого во имя его мистического призвания, в которое верить заставляли себя и она, и он сам. И он должен был являться перед нею не иначе, как в блеске своего сияния, не говорю поддельного, но символического. Малую правду, свою человеческую, просто человеческую любовь, они рядили в одежды правды неизмеримо большей. На черном платье Нины Петровской явилась черная нить деревянных четок и большой черный крест. Такой крест носил и Андрей Белый. О, если бы он просто разлюбил, просто изменил, но он не разлюбил, а он бежал от соблазна. Он бежал от Нины, чтобы ее слишком земная любовь не пятнала его чистых рис. Он бежал от нее, чтобы еще ослепительнее сиять перед другой, у которой имя и отчество, и даже имя матери так складывались, что было символически очевидно, она предвестница жены, облеченной в солнце. А к ней не ходили его друзья, шепелявые, колченогие, мистики. Корять, обличать, оскорблять, сударыня, вы нам чуть не осквернили пророка. Вы отбиваете рыцарей у жены, вы играете очень темную роль, вас инспирирует зверь, выходящий из бездны. Так играли словами, коверкая смыслы, коверкая жизни. Впоследствии исковеркали жизни самой жене, облеченной в солнце, и мужу ее, одному из драгоценнейших русских поэтов. Тем временем Нина оказалась брошенной, да еще оскорбленной. Слишком понятно, что, как многие брошенные женщины, она захотела разом и отомстить белому, и вернуть его. Но вся история, раз попав в символическое измерение, продолжала и развиваться в нем же. Осенью 1904 года я однажды случайно сказал Брюсову, что нахожу в Нине много хорошего. Вот как? Отрезал он. Что же она хорошая хозяйка? Он подчеркнуто не замечал ее. Но тотчас переменился, как наметился ее разрыв с белым, потому что по своему положению не мог оставаться нейтральным. Он был представителем демонизма. Ему полагалось перед женой, облеченной в солнце, томиться и скрежетать. Следственно, теперь Нина, ее соперница, из хорошей хозяйки превращалась в нечто значительное, облекалась демоническим ореолом. Он предложил ей союз против белого. Союз тотчас же был закреплен взаимной любовью. Опять же, все это очень понятно и жизненно, так часто бывает. Понятно, что Брюсов ее по-своему полюбил. Понятно, что и она невольно искала в нем утешение, утоление затронутой гордости, а в союзе с ним способа отомстить белому. Брюсов в ту пору занимался оккультизмом, спиритизмом, черной магией, не веруя, вероятно, во все это по существу, но веруя в сами занятия, как в жест, выражающий определенные душевные движения. Думаю, что и Нина относилась к этому точно так же. Вряд ли верила она, что ее магические опыты под руководством Брюсова в самом деле вернут ей любовь белого. Но она переживала это, как подлинный союз с дьяволом. Она хотела верить в свое ведовство. Она была истеричкой, и это, быть может, особенно привлекало Брюсова. Из новейших научных источников он всегда уважал науку, он ведь знал, что в великий век ведовства ведьмами почитались и сами себя почитали истерички. Если ведьмы шестнадцатого столетия в свете науки оказались истеричками, то в двадцатом веке Брюсову стоило попытаться превратить истеричку в ведьму. Впрочем, не слишком доверяя магии, Нина пыталась прибегнуть к другим средствам. Весной 1905 года в маленькой аудитории Политехнического музея Белый читал лекции. В антракте Нина Петровская подошла к нему и выстрелила из Браунинга в упор. Револьвер дал осечку. Его тут же выхватили из ее рук. Замечательно, что второго покушения она не совершила. Однажды она сказала мне много позже «Бог с ним! Ведь по правде сказать, я уже убила его тогда в музее». Этому по правде сказать я нисколько не удивился. Так перепутаны, так перемешаны были в сознаниях действительность и воображение. То, что для Нины стало средоточием жизни, было для Брюсова очередной серией мигов. Когда все вытекающие из данного положения эмоции были извлечены, его потянуло к Перу. В романе «Огненный ангел» с известной условностью он изобразил всю историю под именем графа Генриха, представив Андрея Белого, под именем Ренаты Нину Петровскую, а под именем Рупрехта самого себя. В романе Брюсов разрубил все узлы отношений между действующими лицами. Он придумал развязку и подписал конец под истории Ренаты, раньше, чем легшая в основу романа жизненная коллизия разрешилась в действительности. Со смертью Ренаты не умерла Нина Петровская, для которой, напротив, роман безнадежно затягивался. То, что для Нины еще было жизнью, для Брюсова стало использованным сюжетом. Ему тягостно было бесконечно переживать все одни и те же главы. Все больше он стал отдаляться от Нины, стал заводить новые любовные истории, менее трагические, стал все больше уделять времени литературным делам и всевозможным заседаниям, до которых был великий охотник, отчасти его потянуло даже к домашнему очагу, он был жена. Для Нины это был новый удар. В сущности, к тому времени, а шел уже примерно 1906 год, ее страдания о белом притупились, утихли, но она сжилась с ролью Ренат. Теперь перед ней встала грозная опасность утратить и Брюсова. Она несколько раз пыталась привегнуть к испытанному средству многих женщин, она пробовала удержать Брюсова, возбуждая его ревность. В ней самой эти мимолетные романы с прохожими, как она выражалась, вызывали отвращение и отчаяние. Прохожих она презирала и оскорбляла. Однако все было напрасно. Брюсов охладевал. Иногда он пытался воспользоваться ее изменами, чтобы порвать с ней вовсе. Нина переходила от полосы к полосе, то любя Брюсова, то ненавидя его. Но во все полосы она предавалась отчаянию. По двое суток, без пищи и сна, пролеживала она на диване, накрыв голову черным платком и плакала. Кажется, свидания с Брюсовым протекали в обстановке не более легкой. Иногда находили на нее приступы ярости. Она ломала мебель, била предметы, бросая их подобно ядрам из баллисты, как сказано в Огненном ангеле при описании подобной сцены. Она тщетно прибегала к картам, потом к вину. Наконец, уже весной 1908 года она испробовала морфий, затем сделала морфинистом Брюсова, и это была ее настоящая, хоть и несознаваемая месть. Осенью 1909 года она тяжело заболела от морфии и чуть не умерла. Когда несколько оправилась, решено было, что она уедет за границу, в ссылку по ее слову. Брюсов и я проводили ее на вокзал. Она уезжала навсегда, знала, что Брюсова больше никогда не увидит. Уезжала еще полубольная с сопровождавшим ее врачом. Это было 9 ноября 1911 года. В прежних московских страданиях она прожила 7 лет. Уезжала на Новый, которым суждено было продлиться еще 16. Ее скитания за границей известны мне неподробно. Знаю, что из Италии она приезжала в Варшаву, потом в Париж. Здесь, кажется, в 1913 году однажды она выбросилась из окна гостиницы на бульвар Сен-Мишель, сломала ногу, которая срослась и осталась хромой. Война застала ее в Риме, где прожила она до осени 1922 года, в ужасающей нищете, то в порывах отчаяния, то в припадках смирения, которое сменялось отчаянием еще более бурным. Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат писала сценарии, для одной кинематографической актрисы, опять голодала, пила, порой доходила до очень глубоких степеней падения, перешла в католичество. Мое новое и тайное имя, записанное где-то в нестираемых свитках Сан-Пьетро, Рената, писала она мне. Брюсова она возненавидела. Я задыхаюсь от злого счастья, что теперь ему меня не достать, что теперь другие страдают, почем я знала какие другие. Львову он уже в то время прикончил. Я же жила, мстя ему каждым движением, каждым помышлением. Сюда, в Париж, она приехала весной 1927 года, после пятилетнего нищенского существования в Берлине. приехала вполне нищей. Здесь нашлось у нее немало друзей, помогали ей как могли, и, кажется, иногда больше, чем могли. Иногда удавалось найти ей работу, но работать она уже не могла. В вечном хмелю, не теряя рассудка, она уже точно была по другую сторону жизни. В дневнике Блока под 6 ноября 1911 года странная запись. Нина Ивановна Петровская умирает. Известие это Блок получил из Москвы, но почему слово умирает он написал в кавычках. Нина в те дни действительно умирала. Это была та болезнь перед отъездом из России, о которой я говорил выше. Но Блок слово умирает поставил в кавычки, потому что отнесся к известию с ироническим недоверием. Ему было известно, что еще в 1906 году Нина Петровская постоянно обещалась умереть, покончить с собой. 22 года она жила в непрестанной мысли о смерти. Иногда шутила сама над собой. Устюшкина мать собиралась помирать. Помереть не померла, только время провела. Сейчас я просматриваю ее письма. 26 февраля 1925 Кажется, больше не могу. 7 апреля 1925 Вы вероятно думаете, что я умерла? Нет еще. 8 июня 1927 Клянусь вам, иного выхода не может быть. 12 сентября 1927 Еще немного, и уж никаких мест, никакой работы мне не понадобится. 14 сентября 1927 На этот раз я скоро должна скончаться. Это в письмах последней эпохи. Прежних у меня нет под рукой. Но всегда было то же и в письмах, и в разговорах. Что же удерживало ее? Мне кажется, я знаю причину. Жизнь Нины была лирической импровизацией, в которой, лишь применяясь к таким же импровизациям других персонажей, она старалась создать нечто целостное, поэму из своей личности. Конец личности, как и конец поэмы о ней, смерть. В сущности, поэма была закончена в 1906 году, в том самом, на котором сюжетно обрывается огненный ангел. С тех пор и в Москве, и в заграничных странствиях Нины длился мучительный, страшный, но ненужный, лишенный движения эпилог. Оборвать его Нина не боялась, но не могла. Чутье художника, творящего жизнь, как поэму, подсказывало ей, что конец должен быть связан еще с каким-то последним событием, с разрывом какой-то еще одной нити, прикреплявшей ее к жизни. Наконец, это событие совершилось. С 1908 года, после смерти матери, на ее попечении осталась младшая сестра Надя, существо недоразвитое, умственно и физически. С нею случилось в детстве несчастье, она обварилась кипятком, или ее обварили. Впрочем, идиоткой она не была, но отличалась какой-то предельную тихостью, безответностью. Была жалка, нестерпима и предана старшей сестре до полного самозабвения. Конечно, никакой собственной жизни у нее не было. В 1909 году, уезжая из России, Нина взяла ее с собой. И с той поры Надя делила с ней все бедствия заграничной жизни. Это было единственное и последнее существо, еще реально связанное с Ниной и связывающее Нину с жизнью. Всю осень 1927 года Надя хворала безропотно и неслышно, как жила. Так же тихо и умерла. 13 января 1928 года от рака желудка. Нина ходила в покойницкую больницу, где Надя лежала. Английской булавкой колола маленький труп сестры, потом той же булавкой себя в руку, хотела заразиться трупным ядом, умереть единую смертью. Рука, однако, сперва опухла, потом зажила. Нина бывала у меня в это время. Однажды прожила у меня три дня. Говорила со мной на том странном языке девятисотых годов, который когда-то нас связывал, был у нас общим, но который с тех пор я почти разучился понимать. Смертью Нади была дописана последняя фраза затянувшегося эпилога. Через месяц с небольшим собственной смертью Нина Нина Петровская поставила точку. Версаль 1928 год Брюсов Когда я увидел его впервые, было ему года 24, а мне 11. Я учился в гимназии с его младшим братом. Его вид поколебал мое представление о декадентах. Вместо голого лохмача с лиловыми волосами и зеленым носом таковы были декаденты по фильетонам новостей дня. Увидел я скромного молодого человека с короткими усиками, с бобриком на голове, в пиджаке обычнейшего покроя, в бумажном воротничке. Такие молодые люди торговали галантерейным товаром на сретенке. Таким молодым человеком изображен Брюсов на фотографии, приложенной к первому тому его сочинений в издании Сирина. Впоследствии, вспоминая молодого Брюсова, я почувствовал, что главная острота его тогдашних стихов заключается именно в сочетании декадентской экзотики с простодушнейшим московским мещанством. Смесь очень пряная, излом очень острый, диссонанс режущий, но потому-то ранние книги Брюсова, да Терция Вигиля включительно, суть все-таки лучшие его книги, наиболее острые. Все это тропические фантазии на берегах Яузы, переоценка всех ценностей в районе Сретенской части. И до сих пор куда больше признанного Брюсова нравится мне этот неизвестный, осмеянный, странный автор шедевра. Мне нравится, что этот дерзкий молодой человек, готовый мимоходом обронить замечание «Родину я ненавижу», в то же время оказывается способен подобрать на улице облезлого котенка и с бесконечной заботливостью выхаживать его в собственном кармане, сдавая государственные экзамены. Дед Брюсова по имени Кузьма, родом из крепостных, хорошо расторговался в Москве. Был он владелец довольно крупной торговли. Товар был заморский, пробки. От него дело перешло к сыну Авиве, а затем к внукам Авивовичем. Вывеска помещением фирмы в одном из переулков между Ильинкой и Варваркой была еще цела осенью 1920 года. Почти окна в окна наискосок от этой торговли помещалась нотариальная контора Соколова. Там в начале девятисотых годов по почину Брюсова устраивались спиритические сеансы. Я был на одном из последних в начале 1905 года. Было темно и скучно. Когда расходились, Валерий Яковлевич сказал «Спиритические силы со временем будут изучены и, может быть, даже найдут себе применение в технике, подобно пару и электричеству». Впрочем, к этому времени его увлечение спиритизмом остыло, и он, кажется, прекратил сотрудничество в журнале «Ребус». Уж не знаю, почему пробочное дело Кузьмы Брюсова перешло к одному о Виве. Почему Кузьме вздумалось в завещании обделить второго сына, Якова Кузьмича? Думаю, что Яков Кузьмич чем-нибудь провинился перед отцом. Был он вольнодумец, лошадник, фантазер, побывал в Париже и даже писал стихи. Совершал к тому же усердные возлияния в честь Бахуса. Я видел его уже вполне пожилым человеком с вихрастой седой головой в поношенном сюртуке. Он был женат на Матрёне Александровне Бакулиной, женщине очень доброй, чудаковатой, мастерице плести кружева и играть в преферанс. История сватовства и женитьбы Якова Кузьмича описана его сыном в повести «Обручение Даши». Сам Валерий Яковлевич порой подписывал свои статьи псевдонимом В. Бакулин. В большинстве случаев это были полемические статьи, о которых говаривали, что их главную часть составляют «Аргумента Бакулина». Не завещав Якову Кузьмичу торгового предприятия, Кузьма Брюсов обошёл его и в той части завещания, которое касалось небольшого дома, стоявшего на цветном бульваре против цирка Соломонского. Дом этот перешёл непосредственно к внукам завещателя Валерию и Александру Яковлевичем. Там и жила вся семья Брюсовых вплоть до осени 1910 года. Там и скончался Яков Кузьмич. В январе 1908 года Матрёна Александровна пережила мужа почти на 13 лет. Дом на цветном бульваре был старый, нескладный, с мезонинами и пристройками, с полутёмными комнатами и скрипучими деревянными лестницами. Было в нём зальце, средняя часть которого двумя арками отделялась от боковых. Полукруглые печи примыкали к аркам. В кафелях печей отражались лапчатые тени больших латаний и синева окон. Эти латания, печи и окна дают реальную расшифровку одного из ранних брюсовских стихотворений, в своё время провозглашённого верхом бессмыслицы. «Тень несозданных созданий колыхается во сне, словно лопасти латаний на эмалевой стене, всходит месяц обнажённый при лазоревой луне» и так далее. Подробный разбор этого стихотворения напечатан мною в 1914 году в журнале София. Брюсов после того сказал мне при встрече, «Вы очень интересно истолковали мои стихи. Теперь я и сам буду их объяснять так же. До сих пор я не понимал их». Говоря это, он смеялся и смотрел мне в глаза смеющимися плутавскими глазами. Знал, что я не поверю ему, да и не хотел, чтобы я верил. Я тоже улыбнулся, и мы разошлись. В тот же вечер он сказал кому-то, повысив голос, чтобы я слышал, «Вот мы сегодня с В.Ф. говорили об авгурах». Ни о каких авгурах мы не говорили. В зале сбоку стоял рояль. По стенам венские стулья. Висели две-три почерневших картины в золотых рамках. Зала служила также столовой. Посредине ее на раздвижном столе, покрытым клетчатой скатертью. Появлялась миска. В комнате пахло щами. Яков Кузьмич выходил из своей полутемной спальни с заветным графинчиком коньяку. Дрожащей рукой, держа рюмку над тарелкой, проливал коньяк во щи. Глубоко подцепляя капусту ложкой, мешал в тарелке. Бармотал виноват. Не беда, все вместе будем. И выпивал, чокнувшись с зятем, калюжным, ныне тоже покойным. Валерий Яковлевич нечасто являлся на родительской половине. Была у него в том же доме своя квартира, где жил он с женою Иоанной Матвевной и со свояченицей Брониславой Матвевной Рунт, одно время состоявший секретарем весов и Скорпиона. Обстановка квартиры приближалась к стилю модерн. Небольшой кабинет Брюсова был заставлен книжными полками. Чрезвычайно внимательный к посетителям Брюсов, сам не куривший в ту пору, держал на письменном столе спички. Впрочем, в предупреждении рассеянности гостей металлическая спичечница была привязана на веревочке. На стенах в кабинете и в столовой висели картины Шестеркина, одного из первых русских декадентов, а также рисунки Фидуса, Брунеллески, Феофилактова и других. В живописи Валерий Яковлевич разбирался неважно, однако имел пристрастие. Всем прочим художникам возрождения почему-то предпочитал он Чиму да Конильяно. Некогда в этой квартире происходили знаменитые среды, на которых творились судьбы, если не всероссийского, то, во всяком случае, московского модернизма. В ранней юности я знал о них понаслышке, но не смел и мечтать о проникновении в такое святилище. Лишь осенью 1904 года новоиспеченным студентом получил я от Брюсова письменное приглашение. Снимая пальто в передней, я услышал голос хозяина. Очень вероятно, что на каждый вопрос есть не один, а несколько истинных ответов, может быть, восемь. Утверждая одну истину, мы опрометчиво игнорируем еще целых семь. Мысль эта очень взволновала одного из гостей, красивого голубоглазого студента с пушистыми светлыми волосами. Когда я входил в кабинет, студент летучей танцующей походкой носил спо-комнате и говорил охваченный радостным возбуждением, переходя с густого баса к тончайшему альту, то почти приседая, то подымаясь на цыпочки. С годами эти черты в нем усиливались и под конец приняли несколько карикатурный оттенок. Тут, по-видимому, проявилось его сходство с отцом. Сравните воспоминания профессора Староженки. В 1934 году в Москве в издательстве Академия вышла книжка избранных стихов Брюсова. В приложении даны материалы к биографии, составленные его вдовой, которая подтверждает, что в основу огненного ангела был положен действительный эпизод. Это был Андрей Белый. Я увидел его впервые в тот вечер. Другой гость, тоже студент, плотный румяный брюнет, сидел в кресле, положив ногу на ногу. Он оказался Сергеем Михайловичем Соловьевым. Больше гостей не было. Среды клонились к упадку. В столовой за чаем Белый читал, точнее, будет сказать, пел свои стихи, впоследствии в измененной редакции вошедший в пепел. За мною грохочущий город, арестант, попрошайка. Было что-то необыкновенно обаятельное в его тогдашней манере чтения и во всем его облике. После Белого Соловьев прочитал полученное от Блока стихотворение «Жду я смерти близ Деницы». Брюсов строго осудил последнюю строчку. Потом он сам прочитал два новых стихотворения «Адам и Ева» и «Орфей и Вредики». Потом Соловьев прочитал свои стихи. Брюсов тщательно разбирал то, что ему читали. Разбор его был чисто формальный. Смысла стихов он отнюдь не касался и даже как бы подчеркивал, что смотрит на них как на ученические упражнения, не более. Это учительское отношение к таким самостоятельным поэтам, какими уже в ту пору были Белый и Блок, меня удивило и покоробило. Однако, сколько я мог заметить, оно сохранилось у Брюсова навсегда. Беседа за чаем продолжалась. Разбирать стихи самого Брюсова, как я заметил, было не принято. Они должны были приниматься как заповеди. Наконец, произошло то, чего я опасался. Брюсов предложил и мне прочитать мое. Я в ужасе отказался. В девятисотых годах Брюсов был лидером модернистов. Как поэтом многие ставили его ниже Бальмонта, Сологуба, Блока. Но Бальмонт, Сологуб, Блок были гораздо менее литераторами, чем Брюсов. К тому же, никого из них не заботил так остро вопрос о занимаемом месте в литературе. Брюсову же хотелось создать движение и стать во главе его. Поэтому создание фаланги и предводительство ею, тяжесть борьбы с противниками, организационная и тактическая работа, все это ложилось преимущественно на Брюсова. Он основал Скорпион и Весы и самодержавно в них правил. Он вел полемику, заключал союзы, объявлял войны, соединял и разъединял, мирил и ссорил. Управляя многими явными и тайными нитями, чувствовал он себя капитаном некоего литературного корабля и дело свое делал с великой бдительностью. К властвованию, кроме природной склонности, толкало его и сознание ответственности за судьбу судна. Иногда экипаж начинал бунтовать, Брюсов смирял его властным окриком, но иной раз принужден был идти на уступки конституционного характера, затем, путем интриг внутри своего парламента, умел его развалить и парализовать. От этого его самодержавие только укреплялось. Чувство равенства было Брюсову совершенно чуждо. Возможно, впрочем, что тут влияла и мещанская среда, из которой вышел Брюсов. Мещанин не в пример легче гнет спину, чем, например, аристократ или рабочий. Зато и желание при случае унизить другого обуревает счастливого мещанина сильнее, чем рабочего или аристократа. Всяк сверчок знай свой шесток. Чин чина почитай. Эти идеи заносились Брюсовым в литературные отношения прямо с цветного бульвара. Брюсов умел или командовать, или подчиняться. Проявить независимость означало раз навсегда приобрести врага в лице Брюсова. Молодой поэт, не пошедший к Брюсову за оценкой и одобрением, мог быть уверен, что Брюсов никогда ему этого не простит. Пример Марина Цветаева. Стоило возникнуть дружескому издательству или журналу, в котором главное руководство принадлежало не Брюсову, тотчас издавался декрет о воспрещении сотрудникам Скорпиона участвовать в этом издательстве или журнале. Так последовательно воспрещалось участие в грифе, потом в искусстве, в перевале. Власть нуждалась в декорациях. Она же родит прислужничество. Брюсов старался окружить себя раболепством и, увы, находил подходящих людей. Его появления всегда были обставлены театрально. В ответ на приглашение он не отвечал ни да ни нет, предоставляя ждать и надеяться. В назначенный час его не бывало. Затем начинали появляться лица свиты. Я хорошо помню, как однажды в 1905 году в одном литературном доме хозяева и гости часа полтора шепотом гадали, придет или нет. Каждого новоприбывшего спрашивали «Вы не знаете, будет Валерий Яковлевич?» Я видел его вчера, он сказал, что будет. А мне он сегодня утром сказал, что занят, а мне он сегодня в четыре сказал, что будет. Я его видел в пять, он не будет. И каждый старался показать, что ему намерение Брюсова известнее, чем другим, потому что он стоит ближе к Брюсову. Наконец Брюсов явился. Никто с ним первый не заговаривал. Ему отвечали, если он сам обращался. Его уходы были также таинственны, он исчезал внезапно. Известен случай, когда перед уходом от Андрея Белого он внезапно погасил лампу, оставив присутствующих во мраке. Когда вновь зажгли свет, Брюсова в квартире не было. На другой день Андрей Белый получил стихи «Бальдеру Локи», «Но последний царь вселенной сумрак, сумрак за меня». У него была примечательная манера подавать руку. Она производила странные действия. Брюсов протягивал человеку руку. Тот протягивал свою. В ту секунду, когда руки должны были соприкоснуться, Брюсов стремительно отдергивал свою назад, собирал пальцы в кулак, и кулак прижимал к правому плечу, а сам чуть-чуть скали зубы, впивался глазами в повисшую в воздухе руку знакомого. Затем рука Брюсова также стремительно опускалась и хватала протянутую руку. Пожатие совершалось, но происшедшая заминка, сама по себе мгновенная, вызывала длительное чувство неловкости. Человеку все казалось, что он как-то не вовремя сунулся со своей рукой. Я заметил, что этим странным приемом Брюсов пользовался только на первых порах знакомства и особенно часто применял его, знакомясь с начинающими стихотворцами, с заезжими провинциалами, с новичками в литературе и в литературных кругах. Вообще в нем как-то сочеталась изысканная вежливость, впрочем, формальная, с любовью к одергиванию, обуздыванию, запугиванию. Те, кому это не нравилось, отходили в сторону. Другие охотно составляли послушную свиту, которой Брюсов не гнушался пользоваться для укрепления влияния власти и обаяния. Доходили до анекдотического раболепства. Однажды, приблизительно в 1909 году, я сидел в кафе на Тверском бульваре, Стенековом, писавшем посредственные стихи под псевдонимом «Одинокий». Собеседник мой слегка пьяный произнес длинную речь, в конце которой воскликнул буквально так. «Мне, Владислав Филицаныч, на господа бога пфу!» Тут он отнюдь не символически плюнул в зеленый квадрат цветного окна. «Был бы только Валерий Яковлевич! Ему же слава, честь и поклонение!» Гумилев мне рассказывал, как тот же Тенеков, сидя с ним в Петербурге на поплавке и глядя на Неву, вскричал в порыве священного ясновидения «Смотрите, смотрите! Валерий Яковлевич шествует с того берега по водам!» Он не любил людей, потому что прежде всего не уважал их. Это во всяком случае было так в его зрелые годы. В юности, кажется, он любил Каневского. Неплохо он относился к Зинаиде Николаевне Гиппиус, больше назвать некого. Его неоднократно подчеркнутая любовь к Бальмонту вряд ли может быть названа любовью. В лучшем случае это было удивление Сальери перед Моцартом. Он любил называть Бальмонта братом. Максимилиан Волошин однажды сказал, что традиция этих братских чувств восходит к глубокой древности, к самому Каину. В юности, может быть, он любил еще Александра Добролюбова, но впоследствии, когда тот ушел в христианство и народничество, Брюсов перестал его выносить. Добролюбов вел бродяжническую жизнь. Иногда приходил в Москву и по несколько дней жил у Брюсовых. С Надеждой Яковлевной, сестрой Брюсова, его связывали некоторые религиозные мысли. Он вегетарианствовал, ходил с посохом и называл всех братьями и сестрами. Однажды я застал Брюсова в литературно-художественном кружке. Было два часа ночь. Брюсов играл. Я удивлялся. — Ничего не поделаешь, сказал Брюсов. Я теперь человек бездомный. У нас Добролюбов. Он не возвращался домой, пока Добролюбов не уходил. Борис Садовский, человек умный и хороший, засуховатый сдержанностью, прятавший очень доброе сердце, возмущался любовной лирикой Брюсова, называя ее постельной поэзией. То вот он был неправ. В эротике Брюсова есть глубокий трагизм, но не онтологический, как хотелось думать самому автору, а психологический. Не любя и не чтя людей, он ни разу не полюбил ни одной из тех, с кем случалось ему преподать на ложе. Женщины Брюсовских стихов похожи одна на другую, как две капли воды. Это потому, что он ни одной не любил, не отличил, не узнал. Возможно, что он действительно чтил любовь, но любовниц своих он не замечал. Мы как священнослужители творим обряд. Слова страшные, потому что если обряд, то решительно безразлично с кем. Жрица любви излюбленное слово Брюсова. Но ведь лицо у жрицы закрыто, человеческого лица у нее и нет. Одну жрицу можно заменить другой, обряд останется тот же. И не находя, не умей найти человека во всех этих жрицах, Брюсов кричит, охваченный ужасом, я дрожа сжимаю труп. И любовь у него всегда превращается в пытку. Где же мы на страстном ложе или на смертном колесе? Он любил литературу, только ее, самого себя тоже только во имя ее. Воистину он свято исполнил заветы, данные самому себе в годы юношества. Не люби, не сочувствуй, сам лишь себя обожай беспредельно. И поклоняйся искусству только ему безраздельно бесцельно. Это бесцельное искусство было его идолом, в жертву которому он принес несколько живых людей. И надо это признать самого себя. Литература ему представлялась безжалостным божеством, вечно требующим крови. Она для него олицетворялась в учебнике истории литературы. Такому научному кирпичу он способен был поклоняться как священному камню олицетворению Митры. В декабре 1903 года, в тот самый день, когда ему исполнилось 30 лет, он сказал мне буквально так. Я хочу жить, чтобы в истории всеобщей литературы обо мне было две строчки. И они будут. Однажды покойная поэтесса Надежда Львова сказала ему о каких-то его стихах, что они ей не нравятся. Брюсов оскалился своей столь памятной многим ласково злой улыбкой и отвечал, а вот их будут учить наизусть в гимназиях. А таких девочек, как вы, наказывать, если плохо выучат. Нерукотворного памятника в человеческих сердцах он не хотел. В века назло им хотел врезаться. Двумя строчками в истории литературы черным по белому плачем ребят, наказанных за незнание Брюсова и бронзовым и стуканом на родимом цветном бульваре. Его роман с Ниной Петровской был мучителен для обоих, но стороной, в особенности страдающей, была Нина. Закончив огненного ангела, он посвятил книгу Нине и в посвящении назвал ее «многолюбивший и от любви погибший». Сам он, однако же, погибать не хотел, исчерпав сюжет и в житейском, и в литературном смысле. Он хотел отстраниться, вернувшись к домашнему уюту, к пухлым, румяным, заботливой рукой, приготовленным пирогам с морковью, до которых был великий охотник. Желание порвать навсегда он выказывал с нарочитым бездушием. С Ниной связывала меня большая дружба. Московские болтуны были уверены, что не только дружба. Над их уверенностью мы немало смеялись и, по правде сказать, иногда нарочно ее укрепляли из чистого озорства. Я знал и видел страдания Нины и дважды по этому поводу говорил с Брюсовым. Во время второй беседы я сказал ему столь оскорбительное слово, что об этом он, кажется, не рассказал даже Нине. Мы перестали здороваться. Впрочем, через полгода Нина сгладила нашу ссору. Мы притворились, что ее не было. Осенью 1911 года, после тяжелой болезни, Нина решила уехать из Москвы навсегда. Наступил день отъезда, 9 ноября. Я отправился на Александровский вокзал. Нина сидела уже в купе, рядом с Брюсовым. На полу стояла откупоренная бутылка коньяку. Это был, можно сказать, национальный напиток московского символизма. Пили прямо из горлышка, плача и обнимаясь. Хребнула и я, прослезившись. Это было похоже на проводы новобранцев. Нина и Брюсов знали, что расстаются навеки. Бутылку допили, поезд тронулся. Мы с Брюсовым вышли из вокзала, сели в сани и молча доехали вместе до Страстного монастыря. Это было часов в пять. В тот же день мать Брюсова справляла свои именины. Года за полтора до этого знаменитый дом на Цветном бульваре был продан, и Валерий Яковлевич снял более комфортабельную квартиру на Первой Мещанской 32. Он в ней скончался. Мать же Матрена Александровна с некоторыми другими членами семьи переехала на Причистинку к церкви Успения на Могильцах. Вечером после проводов Нины отправился я поздравлять. — Я пришел часов в десять. Все были в сборе. Именинница играла в преферанс с Валерием Яковлевичем, с его женой и с Евгенией Яковлевной. Домашний, уютный, добродушнейший Валерий Яковлевич, только что между вокзалом и именинами постригшийся, слегка пахнущий вежиталем, озаренный мягким блеском свечей, сказал мне, с улыбкой заглядывая в глаза. — Вот при каких различных обстоятельствах мы нынче встречаемся. Я молчал. Тогда Брюсов, стремительно развернув карты веером и как бы говоря, — А, вы не понимаете шуток? — резко спросил. — А вы бы что стали делать на моем месте? Владислав Фелицаныч. Вопрос как будто бы относился к картам, но он имел и иносказательное значение. Я заглянул в карты Брюсова и сказал, — По-моему, надо вам играть простые бубны. И, помолчав, прибавил, — И благодарить Бога, если это вам сойдет с рук. Ну, а я сыграю семь треф. И сыграл. Я на своем веку много играл в карты, много видал игроков, и случайных, и профессиональных. Думаю, что за картами люди познаются очень хорошо. Во всяком случае, не хуже, чем по почерку. Дело вовсе не в денежной стороне. Сама манера вести игру, даже сдавать, брать карты со стола, весь стиль игры, все это искушенному взгляду говорит очень многое о партнере. Должен лишь указать, что понятия «хороший партнер» и «хороший человек» вовсе не совпадают полностью напротив того, кое в чем друг другу противоречит, и некоторые черты хорошего человека невыносимы за картами. С другой стороны, наблюдая отличнейшего партнера, иной раз думаешь, что в жизни от него надобно держаться подальше. В азартные игры Брюсов играл очень, как бы сказать, не то чтобы робко, но тупо, бедно, обнаруживая отсутствие фантазии, неумение угадывать, нечуткость к тому иррациональному элементу, которым игрок в азартные игры должен научиться управлять, чтобы повелевать ему, как маг умеет повелевать духом. Перед духами игры Брюсов пасовал, ее мистика была ему недоступна, как всякая мистика. В его игре не было вдохновения, он всегда проигрывал и сердился. Не за проигрыш денег, а именно за то, что ходил как в лесу, там, где другие что-то умели видеть. Счастливым игрокам он завидовал той уже завистью, с какой некогда позавидовал поклонникам прекрасной дамы. Они ее видят, они ее слышат, а он не слышал и не видел. Зато в игры коммерческие, в преферанс, в винт, он играл превосходно, смело, находчиво, оригинально. В стихии расчета он умел быть вдохновенным. Процесс вычисления доставлял ему удовольствие. В шестнадцатом году он мне признавался, что иногда ради развлечения решает алгебраические и тригонометрические задачи по старому гимназическому задачнику. Он любил таблицу логарифмов. Он произнес целое похвальное слово той главе в учебнике алгебры, где говорится о перестановках и сочетаниях. В поэзии он любил те же перестановки и сочетания. С замечательным упорством и трудолюбием он работал годами над книгой, которая не была, да и вряд ли могла быть закончена. Он хотел дать ряд стихотворных подделок, стилизаций, содержащих образчике поэзии всех времен и народов. В книге должно было быть несколько тысяч стихотворений. Он хотел несколько тысяч раз задушить себя на алтаре возлюбленной литературы во имя исчерпывания всех возможностей из благоговения перед перестановками и сочетаниями. Написав для книги все напевы, построенные по тому же плану цикл стихотворений о разных способах самоубийства, он старательно расспрашивал знакомых, неизвестны ли им еще какие-нибудь способы, упущенные в его каталоге. По системе того же исчерпывания возможностей написал он ужасную книгу опыта собрания бездушных образчиков всех метров и стров. не замечая своей ритмической нищеты, он гордился внешним метрическим богатством. Как он радовался, когда открыл, что в русской литературе нет стихотворения, написанного чистым пеоном первым. И как простодушно огорчился, когда я сказал, что у меня есть такое стихотворение и было напечатано, только не вошло в мои сборники. «Почему ж не вошло?» спросил он. «Плохо», отвечал я, «но ведь это был бы единственный пример в истории русской литературы». В другой раз не мне было суждено огорчить его. К общеупотребительным рифмам «смерть», «жерть», «тверть» он нашел четвертую «умилосердь» и тотчас написал на эти рифмы сонет. Я поздравил его, но пришедший Сергей Васильевич Шервинский сказал, что «умилосердь» уже есть у Вячеслава Иванова. Брюсов сразу погас и осунулся. «Быть надежды» Григорьевны Григорьевны Львовой, за которой он стал ухаживать вскоре после отъезда Нины Петровской. Если не ошибаюсь, его самого познакомила с Львовой одна стареющая дама в начале девятисотых годов, фигурировавшая в его стихах. Она старательно подогревала новое увлечение Брюсова. Надя Львова была нехороша, но и не вовсе дурна собой. Родители ее жили в Серпухове, она училась в Москве на курсах, стихи ее были очень зелены, очень под влиянием Брюсова. Вряд ли у нее было большое поэтическое дарование, но сама она была умница, простая, душевная, довольно застенчивая девушка. Она сильно сутулилась и страдала маленьким недостатком речи. В начале слов не выговаривала букву К, говорила АК вместо КАК, АТОРЫЙ, ИНЖАЛ. Мы с нею сдружились. Она всячески старалась сблизить меня с Брюсовым, не раз приводила его ко мне, с ним приезжала ко мне на дачу. Разница в летах между ней и Брюсовым была велика. Он конфузливо молодился, искал общество молодых поэтов, сам написал книжку стихов почти в духе Игоря Северянина и посвятил ее Наде. Выпустить эту книгу под своим именем он не решился, и она явилась под двусмысленным титулом «Стихи Нелли» со вступительным сонетом Валерия Брюсова. Брюсов рассчитывал, что слова стихи Нелли непосвященным будут понятны, как стихи сочиненные Нелли. Так и случилось. И публика, и многие писатели поддались обману. В действительности подразумевалось, что слово Нелли стоит не в родительном, а в дательном падеже. Стихи к Нелли, посвященные Нелли. Этим именем Брюсов звал Надю без посторонних. С ней отчасти повторилась история Нины Петровской. Она никак не могла примириться с раздвоением Брюсова, между ней и домашним очагом. С лета 1913 года она стала очень грустна. Брюсов систематически приучал ее к мысли о смерти, о самоубийстве. Однажды она показала мне револьвер, подарок Брюсова. Это был тот самый Браунинг, из которого восемь лет тому назад Нина стреляла в Андрея Белого. В конце ноября, кажется, 23-го числа вечером, Львова позвонила по телефону к Брюсову, прося тотчас приехать. Он сказал, что не может, занят. Тогда она позвонила к поэту Вадиму Шершеневичу. Очень тоскливо, пойдемте в кинематограф. Шершеневич не мог пойти, у него были гости. Часов в 11 она звонила ко мне, меня не было дома. Поздним вечером она застрелилась. Об этом мне сообщили под утро. Через час ко мне позвонил Шершеневич и сказал, что жена Брюсова просит похлопотать, чтобы в газетах не писали лишнего. Брюсов мало меня заботил, но мне не хотелось, чтобы репортеры копались в истории Нади. Я согласился поехать в русские ведомости и в русское слово. Надю хоронили на бедном миусском кладбище в холодный метельный день. Народа собралось много. У открытой могилы рука об руку стояли родители Нади, приехавшие из Серпухова, старые, маленькие, коренастые, он в поношенной шинели с зелеными кантами, она в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке. Никто с ними не был знаком. Когда могилу засыпали, они, как были под руку, стали обходить собравшихся. С напускной бодростью, что-то шепча трясущимися губами, пожимали руки, благодарили, за что. Частица соучастия в брюсовском преступлении лежала на многих из нас, все видевших и ничего не сделавших, чтобы спасти Надю. Несчастные старики этого не знали. Когда они приблизились ко мне, я отошел в сторону, не смея взглянуть им в глаза, не смея утешать их, не имея права. Сам Брюсов на другой день после Надиной смерти бежал в Петербург, а оттуда в Ригу, в какой-то санатории. Через несколько времени он вернулся в Москву, уже залечив душевную рану и написав новые стихи, многие из которых посвящались новой уже санаторной встрече. В ближайшей среде свободной эстетики, в столовой литературно-художественного кружка, за ужином, на котором присутствовала вся Москва, писатели с женами, молодые поэты, художники, меценаты и меценатки, он предложил послушать его новые стихи. Все затаили дыхание, и не напрасно. Первая же стихотворение оказалась декларацией. Не помню подробностей, помню только, что это была вариация на тему «мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущей», а каждая строфа начиналась словами «умершим мир». Прослушав строфы две, я встал из-за стола и пошел к дверям. Брюсов приостановил чтение. На меня зашикали. Все понимали, о чем идет речь, и требовали, чтобы я не мешал удовольствию. За дверью я пожалел о своей поездке в русское слово и русские ведомости. Он страстную, неестественную любовью любил заседать, в особенности председательствовать. Заседая, священно действовал. Резолюция, поправка, голосование, устав, пункт, параграф, эти слова нежели его слух. Открывать заседание, закрывать заседание, предоставлять слово, лишать слова, дискреционную властью председателя, звонить в колокольчик, интимно склоняться к секретарю, прося занести в протокол. Все это было для него наслаждение, театр для себя, предвкушение грядущих двух строк в истории литературы. В эпоху 1907 1914 он заседал по три раза в день, где надо и где не надо. Заседанием жертвовал совестью, друзьями, женщинами. В конце девяностых или в начале девятисотых он, декадент, прославленный эпатированием буржуа, любящий только то, что прочно и странно, вздумал в качестве домовладельца баллотироваться в гласные городской думы, Московской городской думы тех времен. В качестве председателя дирекции литературно-художественного кружка часами совещался с буфетчиком на тему о завтрашнем дежурном блюде. Осенью 1914 года он вздумал справить двадцатилетие литературной деятельности. Трояновский и госпожа Неменова-Лунц, музыкантша, составили организационную комиссию за ужином после очередного заседания свободной эстетики. Прибор Брюсова был украшен цветами. Организаторы юбилея по очереди заклинали разных людей сказать речь. Никто не сказал ни слова. Время было неподходящее. Брюсов уехал в Варшаву военным корреспондентом русских ведомостей. Мысли об юбилее он не оставил. Он был антисемит и когда одна из его сестер выходила замуж за Киссина еврея. Он не только наотрез отказался присутствовать на свадьбе, но и не поздравил молодых, а впоследствии ни разу не переступил порога. Это было в 1909 году. К 1914 отношения несколько сгладились. Мобилизованный Самуил Викторович очутился чиновником санитарного ведомства в той самой Варшаве, где Брюсов жил в качестве военного корреспондента. Они иногда видались. После неудачи московского юбилея Брюсов решил отпраздновать его хоть в Варшаве. Какие-то польские писатели согласились его чествовать. Впоследствии он рассказал мне. Поляки антисемит куда более последовательные, чем я. Когда они хотели меня чествовать, я пригласил было Самуила Викторовича. Но они вычеркнули его из списка, говоря, что с евреем за стол не сядут. Пришлось отказаться от удовольствия видеть Самуила Викторовича на моем юбилее, хоть я даже указывал, что все-таки он мой родственник и поэт. Отказаться от удовольствия справить юбилей он не мог. Этот злосчастный юбилей он справил таки в Москве в декабре 1924 года. Торжество происходило в Большом театре. По городу были расклеены афиши, приглашавшие всех желающих. Более крупными буквами, чем имя самого Брюсова, на них значилось с участием Максима Горького. Хотя устроители и, конечно, сам Брюсов отлично знали, что Горький в Мариенбаде и в Россию не собирается. Как и почему он сделался коммунистом? Некогда он разделял идеи самого вульгарного черносотенства. Во время русско-японской войны поговаривал о масонских заговорах и японских деньгах. В 1905 году он всячески поносил социалистов, проявляя при этом анекдотическое невежество. Однажды сказал, «Я знаю, что такое марксизм. Грабь, что можно, и общность мужей и жен». Ему дали прочесть эрфуртскую программу. Прочитав, он коротко сказал «вздор». Я пишу воспоминания, а не критическую статью, поэтому укажу только вкратце, что такие левые стихотворения, как знаменитый кинжал, по существу не содержат никакой левизны. Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза. Это программа литературная, эстетическая, а не политическая. Карамзин в письмах русского путешественника рассказывает об аристократе, который примкнул к якобинцам. На недоуменные вопросы, к нему обращенные, он отвечал «Кефе, жеме лест троблес», аристократ был заик. Эти слова можно бы поставить эпиграфом ко всем радикальным стихам Брюсова из эпохи 1905 года. Знаменитый каменщик также не выражал взглядов автора. Это стилизация, такая же подделка, такое же поэтическое упражнение, как напечатанная тут же детская песенка про палочку в ручалочку, как песня сборщиков «Пожертвуйте благодетели на новый колокол» и другие подобные стихи. Каменщик точно также не выражал взглядов самого Брюсова, как написанная в порядке исчерпания темы возможностей австралийская песня «Кенгуру бежали быстро, я еще быстрей, кенгуру был очень жирен, и я его съел». Самое происхождение каменщика чисто литературное, это не более и не менее, как исправленная редакция стихотворения, написанного еще до рождения Брюсова. Под тем же заглавием оно напечатано в лютне, старинном заграничном сборнике запрещенных русских стихов. Кто его автор, я не знаю. Пока ферриетонисты писали статьи об обращении эстета Брюсова к общественности, Брюсов на чердаке своего дома учился стрелять из револьвера на случай, если забастовщики придут грабить. В редакции «Скорпион» происходили беседы, о которых Сергей Кречетов сложил не слишком блестящие, но меткие стишки. Собирались они по вторникам мудро глаголя, затевали погромы с дворником из метрополя. Издательство «Скорпион» помещалось в здание метрополя. Так трогательно по вторникам в согласии вкусов сочетался со старшим дворником Валерий Брюсов. В то пору его младший брат написал ему латинские стихи с обращением «Falsus Valerius Duplex lingua». В 1913 году он был приглашен редактировать литературный отдел русской мысли и однажды сказал в качестве одного из редакторов русской мысли «Я в политических вопросах во всем согласен с Петром Бергардовичем Струве». Впоследствии накануне февральской революции в Тифлисе на банкете, которым армяне чествовали Брюсова как редактора сборника поэзии Армении, он встал и к великому смущению присутствующих провозгласил тост за здоровье государя-императора державного вождя нашей армии. Об этом рассказывал мне устроитель банкета Макинциан, впоследствии составитель знаменитой Красной книги ВЧК. В 1937 году он был расстрелян. Демократию Брюсов презирал. История культуры, которой он поклонялся, была для него историей творцов полубогов, стоящих вне толпы, ее презирающих, ею ненавидимых. Всякая демократическая власть казалась ему либо утопией, либо ахлократией, господством черни. Всякий абсолютизм казался ему силою созидательной, охраняющей и творящей культуру. Поэт, следовательно, всегда на стороне существующей власть, какова бы она ни была, лишь была бы отделена от народа. Ему, как гребцу Триремы, было все равно цезаря влечь иль пирата. Все поэты были придворными. При Августе, Меценате, при Людовиках, при Фридрихе, Екатерине, Николае Первом и так далее. Это была одна из его любимых мыслей. Поэтому он был монархистом при Николае Втором. Поэтому, пока надеялся, что временное правительство обуздает низы и покажет себя твердую властью, он стремился заседать в каких-то комиссиях и, стараясь поддержать принципы оборончества, написал и издал летом 1917 года небольшую брошюру в розовой обложке под заглавием «Как кончить войну» и с эпиграфом «Си вис пацам пара беллум». Идеей брошюры была «Война до победного конца». После октября он впал в отчаяние. Одна дама, всегда начинавшая свою речь словами Валерий Яковлевич, говорит, что «В начале ноября встретилась со мной у поэта Липскерова. Когда хозяин вышел из комнаты распорядиться о чаю, дама опасливо посмотрела ему вслед и, наклоняясь ко мне, прошептала «Валерий Яковлевич говорит, что теперь нами будут править жиды». В ту зиму я сам не встречался с Брюсовым, но мне рассказывали, что он в подавленном состоянии и оплакивает неминуемую гибель культуры. Только летом 1918 года, после разгона учредительного собрания и начала террора, он приободрился и заявил себя коммунистом. Но это было вполне последовательно, ибо он увидал перед собою сильную власть, один из видов абсолютизма, и поклонился ей. Она представилась ему достаточной защитой от Демоса низов черни. Ему ничего не стоило объявить себя и марксистом, ибо не все ли равно во имя чего была бы власть. В коммунизме он поклонился новому самодержавию, которое с его точки зрения было, пожалуй, и лучше старого, так как Кремль все-таки оказался лично для него доступнее, чем царское село. Ведь у старого самодержавия не было никакой официально покровительствуемой эстетической политики. Новое же в этом смысле хотело быть активным. Брюсову представлялось возможным прямое влияние на литературные дела. Он мечтал, что большевики откроют ему долгожданную возможность направлять литературу твердыми административными мерами. Если бы это удалось, он мог бы командовать писателями без интриг, без вынужденных союзов с ними, единым окриком. А сколько заседаний, уставов, постановлений, а какая надежда на то, что в истории литературы будет сказано в таком-то году повернул русскую литературу на столько-то градусов. Тут личные интересы совпадали с идеями. Мечта не осуществилась. Поскольку подчинение литературы оказалось возможным, коммунисты предпочли сохранить диктатуру за собой, а не передать ее Брюсову, который в сущности остался для них чужим и которому они, несмотря ни на что, не верили. ему предоставили несколько более или менее видных постов, не особенно ответственных. Он служил с волевой исправностью, которая всегда была свойственна его работе, за что бы он ни брался. Он изо всех сил заседал и заведовал. От писательской среды он отмежевался еще резче, чем она от него. Когда в Москве образовался союз писателей, Брюсов занял по отношению к нему позицию гораздо более резкую и непримиримую, чем занимали настоящие большевики. Помню, между прочим, такую историю. При уничтожении литературно-художественного кружка была реквизирована его библиотека и, как водится, расхищалась. Книги находились в ведении Московского совета и союз писателей попросил, чтобы они были переданы ему. Каменев, тогдашний председатель совета, согласился. Как только Брюсов узнал об этом, он тотчас заявил протест и стал требовать, чтобы библиотека была отдана лито совершенно мертвому учреждению, которым он заведовал. Я состоял членом правления союза, и мне поручили попытаться уговорить Брюсова, чтобы он отказался от своих притязаний. Я тут же взял телефонную трубку и позвонил к Брюсову. Выслушав меня, он ответил, «Я вас не понимаю, Владислав Филицаныч, вы обращаетесь к должностному лицу, стараясь его склонить к нарушению интересов вверенного ему учреждения». Услышав про должностное лицо и вверенное учреждение, я уже не стал продолжать разговора. Библиотеку перевезли в лито. К несчастью, ревность к службе заходила у Брюсова и еще много дальше. В марте 1920 года я заболел от недоедания и от жизни в нетопленном подвале. Пролежав месяца два в постели и прохворав все лето, в конце ноября я решил переехать в Петербург, где мне обещали сухую комнату. В Петербурге я снова пролежал с месяц, а так как есть мне и там было нечего, то я принялся хлопотать о переводе моего московского писательского пайка в Петербург. Для этого мне пришлось потратить месяца три невероятных усилий, причем я все время натыкался на какое-то невидимое, но явственно ощутимое препятствие. Только спустя два года я узнал от Горького, что препятствием была некая бумага, лежавшая в Петербургском академическом центре, в этой бумаге Брюсов, конфиденциально сообщал, что я человек неблагонадежный. Примечательно, что даже по долгу службы это не входило в его обязанности. Покойный критик Айхенвальд, высланный из России в 1922 году, писал мне впоследствии о Брюсове, и сам я меньше всего склонен его идеализировать. Он сделал мне немало дурного, и когда сопричислился к сильному миру сего, некрасиво, то есть экономически, мстил мне за отрицательный отзыв о нем в одной из моих давнишних статей. Самая высолка моя, я это знаю, наверное, из источника безукоризненного, произошла при его содействии. Письмо от 5 августа 1926 года. Несмотря на все усердие, большевики не ценили его. При случае попрекали былой принадлежностью к буржуазной литературе. Его стихи, написанные в полном соответствии с видами начальства, все-таки были не нужны, потому что не годились для прямой агитации. Дело в том, что, пишучи на заказные темы и очередные лозунги, в области формы Брюсов оставался свободным. Я думаю, что тщательное формальное исследование коммунистических стихов Брюсова показало бы в них напряженную внутреннюю работу, клонящуюся к попытке сломать старую гармонию, обрести звуки новые. К этой цели Брюсов шел через сознательную какафонию. Был ли он прав? Удалось ли бы ему чего-нибудь достигнуть? Вопрос другой. Но именно наличие этой работы сделало его стихи переутонченными до одеревенения, трудноусвояемыми, недоступными для примитивного понимания. Как агитационный материал они не годятся, и потому Брюсов поэт оказался по существу ненужным. Оставался Брюсов служака, которого и гоняли с поста на пост, порой доходя до вольного или невольного издевательства. Так, в 1921 году Брюсов совмещал какое-то высокое назначение по наркомпросу с не менее важной должностью в Гуконе, то есть в главном управлении по коннозаводству. Как ни странно, некоторая логика в этом была. самые первые строки Брюсова, появившиеся в печати, две статьи о лошадях в одном из специальных журналов, не то «Рысак и скакун», не то «Коннозаводство и спорт». Отец Брюсова, как я указывал, был лошадник-любитель. Когда-то я видел детские письма Брюсова к матери, сплошь наполненные беговыми делами и впечатлениями. Ну что ж, он честно трудился и там, и даже идя в ногу снепом, выступал в печати, ведя компанию за восстановление тотализатора. Брюсов, конечно, видел свое полное одиночество. Одно лицо, близкое к нему, рассказывало мне в начале 1922 года, что он очень одинок, очень мрачен и угнетен. Еще в 1908 году, кажется, он был морфинистом, старался от этого отделаться, но не мог. Летом 1911 года доктору Кайранскому удалось на время отвлечь его от морфия, но в конце концов из этого ничего не вышло. Морфий сделался ему необходим. Помню, в 1917 году во время одного разговора я заметил, что Брюсов постепенно впадает в какое-то оцепенение, почти засыпает. Наконец, он встал, ненадолго вышел в соседнюю комнату и вернулся помолодевшим. В конце 1919 года мне случилось сменить его на одно из служб. Заглянув в пустой ящик его стола, я нашел там иглу от шприца и обрывок газеты с кровяными пятнами. Последние годы он часто хворал, по-видимому, на почве интоксикации. Одинокий, измученный. обрел он, однако, и неожиданную радость. Под конец дней взял на воспитание маленького племянника жены и ухаживал за ним с нежностью, как некогда за котенком. Возвращался домой, нагруженный сладостями и игрушками, расстелив ковер, играл с мальчиком на полу. Прочитав известие о смерти Брюсова, я думал, что он покончил с собой. Быть может, в конце концов, так и было бы, если бы смерть сама не предупредила его. Сорренто, 1924 год. Андрей Белый В 1922 году в Берлине даря мне новое издание Петербурга, Андрей Белый на нем надписал с чувством конкретной любви и связи сквозь всю жизнь. Не всю жизнь, но 19 лет судьба нас сталкивала на разных путях идейных, литературных, житейских. Я далеко не разделял всех позиций Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал. Я уже не принадлежал к тому поколению, к которому принадлежал он, но я застал его поколение еще молодым и деятельным. Многие люди и обстоятельства, сыгравшие заметную роль в жизни Белого, оказались таковы же и по отношению ко мне. По некоторым причинам я не могу сейчас рассказать о Белом все, что о нем знаю и думаю. Но и сокращенным рассказом хотел бы я не послужить любопытству сегодняшнего дня, а сохранить несколько истинных черт для истории литературы, которая уже занимается, а со временем еще пристальнее займется эпохою символизма вообще и Андреем Белом в частности. Это желание понуждает меня быть сугубо правдивым. Я долгом своим, нелегким, считаю, исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому возвышающему обману хочется противопоставить нас возвышающую правду. Надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прекрасах. Он от нас требует гораздо более трудного полноты понимания. Меня еще и на свете не было, когда в Москве на Причистинском бульваре с гувернанткой и песиком стал являться необыкновенно хорошенький мальчик Боря Бугаев, сын профессора математики, известного Европе учеными трудами, московским студентом феноменальной рассеянностью и анекдотическим чудачеством, а первоклассником гимназистом учебником арифметики, по которому я и сам учился впоследствии. Золотые кудри падали мальчику на плечи, а глаза у него были синие. Золотой палочкой по золотой дорожке катил он золотой обруч. Так вечность, дитя играющее, катит золотой круг солнца. С образом солнца связан младенческий образ белого. Профессор Бугаев в ту пору говаривал, «Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня». За этими шутливыми словами скрывалась нешуточная семейная драма. Профессор был не только чудак, но и сущий урод лицом. Однажды в концерте, уже в начале девятисотых годов, Брюсова сестра поэта, толкнув локтем Андрея Белого, спросила его, «Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто это обезьяна?» «Это мой папа», отвечал Андрей Белый, стоя любезнейшей, широчайшей улыбкой совершенного удовольствия, чуть не счастья, которую он любил отвечать на неприятные вопросы. Его мать была очень хороша собой. На каком-то чествовании Тургенева возле знаменитого писателя сочли нужным посадить первых московских красавиц. То были Екатерина Павловна Леткова, впоследствии Султанова, сотрудница русского богатства, в которую долгие годы был безнадежно влюблен Бабарыкин, и Александра Дмитриевна Бугаева. Они сидят рядом и на известной картине Маковского боярская свадьба, где с Александрой Дмитриевной писана сама молодая, а с Екатериной Павловной одна из дружек. Отца Белого я никогда не видел, а мать застал уже пожилую, несколько полную женщиной со следами несомненной красоты и с повадками записной кокетки. Однажды, заехав с одной родственницей к Портнихе, встретил я Александру Дмитриевну. Приподнимая широкую тофтяную юбку концами пальчиков, она вертелась пред зеркалом, приговаривая оправо же, я ведь еще хоть куда. В 1912 году я имел случай наблюдать, что сердце ее еще не чуждо волнений. Физическому несходству супругов отвечало расхождение внутреннее. Ни умом, ни уровнем интересов друг другу они не подходили. Ситуация была самая обыкновенная, безобразный, неряшливый, погруженный в абстракции муж и красивая кокетливая жена, обуреваемая самыми земными желаниями. Отсюда столь же обыкновенный в таких случаях разлад, изо дня в день проявлявшийся в бурных ссорах по всякому поводу. Боря при них присутствовал. Белый не раз откровенно говорил об автобиографичности Котика Летаева. Однако, вчитываясь в позднюю прозу Белого, мы без труда открываем, что и в Петербурге, и в Котике Летаеве, и в преступлении Николая Летаева, и в крещеном китайце, и в московском чудаке, и в Москве под ударом завязкой служит один и тот же семейный конфликт. Все это варианты драмы, некогда разыгравшейся в семействе Бугаевых. Не только конфигурация действующих лиц, но и самые образы отца, матери и сына повторяются до мельчайших подробностей. Изображение наименее схоже с действительностью в Петербурге. Зато в последующих романах оно доходит почти до фотографической точности. Чем зрелее становится белый, тем упорнее он возвращается к этим воспоминаниям детства, тем более значение они приобретали в его глазах. Начиная с Петербурга, все политические, философские и бытовые задания беловских романов отступают на задний план перед заданиями автобиографическими и в сущности служат лишь поводом для того, чтобы воскресить в памяти и переосознать впечатления, поразившие в младенчестве. Тождеству действующих лиц и их ситуации в романах Андрея Белого была мною посвящена статья Облеуховы, Летаевы, Коробкины. Смотрите современные записки 1927 год, книга 31. Не только нервы, но и самое воображение Андрея Белого были раз навсегда поражены и, смею сказать, потрясены происходившими в доме Бугаевых житейскими грозами, как он выражается. Эти грозы оказали глубочайшее влияние на характер Андрея Белого и на всю его жизнь. В семейных бурях он очутился листиком ильпищинкою, меж папой, уродом и громовержцем, окутанным облаком черной копоти, отшвыряемой об пол керосиновой лампы, и мамочкой, легкомысленной и прелестной, навлекающей на себя гнев и гибель, как грешные жители Содома и Гаморры. Первичное чувство в нем было таково. Папу он боялся и втайне ненавидел, до очень сильных степеней, ненависть. Недаром потенциальные или действительные преступления против отца, вплоть до покушения на отца убийства, составляют фабульную основу всех перечисленных романов. Мамочку он жалел, и ей восторгался почти до чувственного восторга. Но чувства эти, сохраняя всю остроту, с годами осложнялись чувствами вовсе противоположными. Ненависть к отцу, смешиваясь с почтением к его уму, с благоговейным изумлением перед космическими пространствами и математическими абстракциями, которые вдруг раскрывались через отца, оборачивалась любовью. Влюбленность в мамочку уживалась с нелесным представлением об ее уме и с инстинктивным отвращением к ее отчетливой пряной плотскости. Каждое явление, попадая в семью Бугаевых, подвергалось противоположным оценкам со стороны отца и со стороны матери. Что принималось и одобрялось отцом, то отвергалось и осуждалось матерью и наоборот. Раздираемый по собственному выражению между родителями, Белый по всякому поводу переживал относительную правоту и неправоту каждого из них. Всякое явление оказывалось двусмысленно, раскрывалось двусторонне, двузначаще. Сперва это ставило в тупик и пугало. С годами вошло в привычку и стало модусом отношения к людям, к событиям, к идеям. Он полюбил совместимость несовместимого, трагизм и сложность внутренних противоречий, правду в неправде, может быть, добро в зле и зло в добре. Сперва он привык таить от отца любовь к матери и ко всему материнскому. А от матери любовь к отцу и ко всему отцовскому и научился понимать, что в таком притворстве нет внутренней лжи. Потом ту же двойственность отношения стал он переносить на других людей, и это создало ему славу двуличного человека. Будучи вполне откровенен, нередко он и бывал двуличен и извлекал из двуличия ту выгоду, которую оно иногда может дать, но в основе, в самой природе его двуличия не было ни хитрости, ни оппортунизма. И то, и другое он искренне ненавидел, но в людях, которых любил, он искал и, разумеется, находил основания их не любить. В тех, кого не любил или презирал, он не боялся, почует доброе и порою бывал обезоружен до нежности. Собираясь действовать примирительно, вдруг вскипал и разражался бешеными филиппиками. Собираясь громить и обличать, внезапно оказывался согласен с противником. Случалось ему спохватываться, когда уже было поздно, когда дорогой ему человек становился врагом, а презираемый лез с объятиями. Порой он лгал близким и открывал душу первому встречному, но и во лжи нередко высказывал он только то, что казалось ему изнанкою правды, а в откровенностях помалкивал о последнем. В сущности, своему раздиранию между родителями он был обязан и будущим строем своих воззрений. Отец хотел сделать его своим учеником и преемником. Мать боролась с этим намерением музыкой и поэзией. Не потому, что любила музыку и поэзию, а потому, что уж очень ненавидела математику. Чем дальше, тем белому становилось яснее, что все позитивное близкое отцу, близкое и ему, но что искусство и философия требуют примирения с точными знаниями, иначе и жить нельзя. К мистике, а затем к символизму, он пришел трудным путем примирения позитивистических тенденций девятнадцатого века с философией Владимира Соловьева. Недаром, прежде чем поступить на филологический факультет, он окончил математический. Всего лучше об этом рассказано им самим. Я только хотел указать на ранние биографические истоки его позднейших воззрений и всей его литературной судьбы. Я познакомился с ним в эпоху его романа с Ниной Петровской, точнее, в ту самую эпоху, когда совершался между ними разрыв. Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать. Однако в этой области с особенную наглядностью проявилась и его двойственность, о которой я только что говорил. Тактика у него всегда была одна и та же. Он чаровал женщин своим обаянием почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключающим всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю своим домогательствам, и если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратно, всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятнанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед падением ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, но тут он негодовал уже вдвое, и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили. Нина Петровская пострадала за то, что стала его возлюбленной. Он с нею порвал в самой унизительной форме. Она сблизилась с Брюсовым, чтобы отомстить Белому и в тайной надежде его вернуть, возбудив ревность. В начале 1906 года, когда начиналось Золотое Руно, однажды у меня были гости. Нина и Брюсов пришли задолго до всех. Брюсов попросил разрешение удалиться в мою спальню, чтобы закончить начатые стихи. Через несколько времени он вышел оттуда и попросил вина. Нина отнесла ему бутылку коньяку. Через час или больше, когда гости уже собрались, я заглянул в спальню и застал Нину с Брюсовым, сидящими на полу и плачущими, бутылку допитой, а стихи конченными. Нина шепнула, чтобы за ужином я попросил Брюсова прочесть новые стихи. Ничего не подозреваю, я тогда имел очень смутное понятие о том, что происходит между Ниной, Белым и Брюсовым. Я так и сделал. Брюсов сказал, обращаясь к Белому. Борис Николаевич, я прочту подражание вам и прочел. У Белого было стихотворение «Предание», в котором иносказательно и эфеминистически изображалась история разрыва с Ниной. Этому преданию Брюсов и подражал в своих стихах, сохранив форму и стиль Белого, но придав истории новые окончания и представив роль Белого в самом жалком виде. Белый слушал, смотря в тарелку. Когда Брюсов кончил читать, все были смущены и молчали. Наконец, глядя Белому прямо в лицо и скрестив по обычаю руки, Брюсов спросил своим самым гортанным и клекочущим голосом «Похоже на вас, Борис Николаевич». Вопрос был двусмысленный. Он относился разом и к стилю брюсовского стихотворения, и к поведению Белого. В крайнем смущении, притворяясь, что имеет в виду только поэтическую сторону вопроса и не догадывается о подоплеке, Белый ответил с широчайшей своей улыбкой «Ужасно похоже Валерий Яковлевич». И начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов резко прервал его. «Тем хуже для вас». Зная о моей дружбе с Ниной, Белый считал, что чтение было сознательно мною подстроено в соучастии с Брюсовым. Мы с Белым встречались, но он меня сторонился. Я уже знал, в чем дело, но не оправдывался, отчасти потому, что не знал, как начать разговор, отчасти из самолюбия. Только спустя два года без малого мы объяснились, при обстоятельствах столь же странных, как все было странно в нашей тогдашней жизни. В 1904 году Белый познакомился с молодым поэтом, которому суждено было стать одним из драгоценнейших русских поэтов. Их личные и литературные судьбы оказались связаны навсегда. В своих воспоминаниях Белый изобразил историю этой связи в двух версиях, взаимно исключающих друг друга и одинаково неправдивых. Будущему биографу обоих поэтов придется затратить немало труда на восстановление истины. Поэт приехал в Москву с молодой женой, уже знакомый некоторым московским мистиком, друзьям Белого, и уже окруженный их восторженным поклонением, в котором придавленный эротизм бурлил под соблазнительным и отчасти лицемерным покровом мистического служения прекрасной даме. Белый тотчас поддался общему настроению, и жена нового друга стала предметом его пристального внимания. Этому вниманию мистики покровительствовали и раздували его. Потом не нужно было и раздувать, оно превратилось в любовь, которая в сущности и дала толчок к разрыву с Ниной Петровской. Я не берусь в точности изложить историю этой любви, протекавшей то в Москве, то в Петербурге, то в деревне, до крайности усложненную сложными характерами действующих лиц, своеобразным строем символистского быта и, наконец, многообразными событиями литературной, философской и даже общественной жизни, на фоне которых она протекала, с которыми порой тесно переплеталась и на которые в свою очередь влияла. Скажу суммарно. История этой любви сыграла важную роль в литературных отношениях той эпохи, в судьбе многих лиц, непосредственно в ней даже не замешанных и в конечном счете во всей истории символизма. Многое в ней еще и теперь не ясно. Белый рассказывал мне ее неоднократно, но в его рассказах было вдоволь противоречий, недомолвок, вариантов нервического воображения. Подчеркиваю, что его устные рассказы значительно рознились от печатной версии, изложенной в его воспоминаниях. По соображении всех данных, история романа представляется мне в таком виде. По-видимому, братские чувства, первоначально предложенные Белым, были приняты дамою благосклонно. Когда же Белый по обыкновению от братских чувств перешел к чувствам иного оттенка, задача его весьма затруднилась, быть может, она оказалась бы вовсе неразрешимой, если бы не его ослепительное обаяние, которому, кажется, нельзя было не поддаться. Но в тот самый момент, когда его любовные домогательства были близки к тому, чтобы увенчаться успехом, неизбывная двойственность Белого, как всегда, прорвалась наружу. Он имел безумие уверить себя самого, что его неверно и дурно поняли. И то же самое объявил даме, которая, вероятно, немало выстрадала перед тем, как ответить ему согласием. Следствие Беловского отступления нетрудно себе представить. Гнев и презрение овладели той, кого он любил, и она отплатила ему ста крат обиднее и больнее, чем Нина Петровская, которой она была во столько же раз выносливее и тверже. Что же Белый? Можно сказать с уверенностью, что с этого-то момента он и полюбил по-настоящему всем существом и, по моему глубокому убеждению, навсегда. Потом еще были в его жизни и любви, и быстрые увлечения, но та любовь сохранилась сквозь все и поверх всего. Только ту женщину, одну ее, любил он в самом деле. С годами, как водится, боль притупилась. Но долго она была жгучей. Белый страдал неслыханно, переходя от униженного смирения к бешенству и гордыне. Кричал, что отвергнуть его любовь есть кощунство. Порою страдание подымало его на очень большие высоты духа. Порою падал он до того, что, терзаясь ревностью, литературно мстил своему сопернику, действительному или воображаемому. Он провел несколько месяцев за границей и вернулся с неутоленным страданием и кубком метелей, слабейшую из его симфоний, потому что она была писана в надрыве. В августе 1907 года из-за личных горестей поехал я в Петербург на несколько дней и застрял надолго. Не было сил вернуться в Москву. С литераторами я виделся мало и жил трудно. Ночами слонялся по ресторанам и горным домам и просто по улицам, а днем спал. Вдруг приехала Нина Петровская, гонимая из Москвы неладами с Брюсовым и минутной угарной любовью к одному молодому петербургскому билетристу, которого стилизованные рассказы тогда были в моде. Брюсов за ней приезжал, пытался вернуть в Москву, она не сразу поехала. Изредка вместе коротали мы вечера, признаться, неврастенические. Она жила в той самой английской гостинице, где впоследствии покончил с собой Есенин. 28 сентября того года Блок писал своей матери из Петербурга «Мама, я долго не пишу и мало пишу от большого количества забот, крупных и мелких. Крупные касаются Любы, Любовь Дмитриевна, жена Блока, Натальи Николаевны, артистка Волохова, которой посвящена снежная маска, и Бори. Боря приедет ко мне скоро, он мне все ближе и ужасно несчастен». Наконец Белый приехал, чтобы вновь быть отвергнутым. Встретились мы случайно. Однажды после литературного сборища, на котором Бунин читал по рукписи новый рассказ заболевшего Куприна, это был изумруд, я вышел на Невский. Возле публичной библиотеки пристала ко мне уличная женщина. Чтобы убить время, я предложил угостить ее ужином. Мы зашли в ресторанчик. На вопрос, как ее зовут, она ответила странно. Меня все зовут Бедная Нина. Так зовите и вы. Разговор не клеился. Бедная Нина, щупленькая брюнетка с коротким носиком, устала, делала глазки и говорила, что ужас, как любят мужчин, а я подумывал, как будет скучно от нее отделываться. Вдруг вошел Белый, возбужденный и не совсем трезвый. Он подсел к нам и за бутылкою коньяку мы забыли о нашей собеседнице, разговорились о Москве. Белый, смягченный вином, признался мне в своих подозрениях о моей провокации в тот вечер, когда Брюсов читал у меня стихи. мы объяснили, и прежний лед между нами был сломан. Ресторан между тем закрывали, и Белый меня повез в одно совсем петербургское место, как он выразился. Мы приехали куда-то в конец Измайловского проспекта. То был низкосортный клуб. Необыкновенно почтенный мужчина с седыми баками, которого все звали полковником, нас встретил. Белый меня рекомендовал, и заплатив потрешнице, которая составляла вернейшую рекомендацию, мы вошли в залу. Приказчики и мелкие чиновники в пиджачках отплясывали кадриль с девицами, одетыми или раздетыми цыганками и наядами. Потом присуждались премии за лучшие костюмы. Вышел небольшой скандал, кого-то обидели, кто-то ругался. Мы спросили вина и просидели в совсем петербургском месте до рыжего петербургского рассвета. Расставаясь, условились пообедать в Вене с Ниной Петровской. Обед вышел мрачный и молчаливый. Я сказал, Нина, в вашей тарелке кажется больше слез, чем супа. Она подняла голову и ответила «Меня надо звать Бедная Нина». Мы с Белым переглянулись, а о женщине с Невского Нина ничего не знала. В те времена такие совпадения для нас много значили. Так и кончился тот обед в тяжелом молчании. Через несколько дней, зайдя к Белому, он жил на Васильевском острове, почти у самого Николаевского моста, увидел я круглую шляпную картонку. В ней лежали атласное красное домино и черная маска. Я понял, что в этом наряде Белый являлся в совсем петербургском месте. Потом домино и маска явились в его стихах, а еще позже стали одним из центральных образов Петербурга. Несколько дней спустя после нашего обеда Нина уехала в Москву, а в самом конце октября, если мне память не изменяет, тронулись и мы с Белым. На станциях он пил водку, а в Москве прожил дня два и кинулся опять в Петербург. Не мог жить ни с нею, ни без нее. Четыре года протекшие после того, мне помнится благодарно, годами, смею сказать, нашей дружбы. Белый тогда был в кипении, сердечном и творческом. Тогда дописывался им пепел, писались урна, серебряный голубь, важнейшие статьи символизма. На это же время падают и самые резкие из его полемических статей, о тоне которых он потом жалел часто, а о содержании никогда. Тогда же он учинял и самые фантастические из публичных своих скандалов. Однажды на сцене литературно-художественного кружка пришлось опустить занавес, чтобы слова Белого не долетали до публики. Зато в наших встречах он оборачивался другой стороной. Приходил большую частью по утрам и мы иногда проводили вместе весь день то у меня, то гуляя в сквере у храма Христа Спасителя в Новодевичьем монастыре. Однажды ездили в Петровско-Разумовское в грот, связанный с убийством студента Иванова. Белый умел быть прост и уютен. Гемютлих по-любимому его слову. Разговоры его переходили в блистательные импровизации и всегда были как-то необыкновенно окрыляющие. Любил он и просто рассказывать о семье Соловьевых, о пророческих зорях 1900 года, о профессорской Москве, которую с бешенством и комизмом изображал в лицах. Случалось, читал только что написанное и охотно выслушивал критические возражения, причем был в общем упрям. Лишь раз удалось мне уговорить его выбросить первые полторы страницы серебряного голубя, то был слепок с Гоголя, написанный очевидно лишь для того, чтобы разогнать перо. Разговоры специально стихотворческие велись часто. Нас мучил вопрос, чем кроме инструментовки обусловлено разнозвучание одного и того же размера. Летом 1908 года, когда я жил под Москвой, он позвонил мне по телефону, крича со смехом, «Если свободны, скорее приезжайте в город». Я сам приехал сегодня утром. Я сделал открытие, ей-богу, настоящее открытие, вроде Архимеда. Я, конечно, поехал. Был душный вечер. Белый встретил меня загорелый и торжествующий в русской рубашке с открытым воротом. На столе лежала гигантская кипа бумаги, разграфленной вертикальными столбиками. В столбиках были точки причудливо связанные прямыми линиями. Белый хлопал по кипе тяжелой своей ладонью. Вот вам четырехстопный ямб. Весь тут, как на ладони. Стихи одного метра разнятся ритмом. Ритм с метром не совпадает и определяется пропуском метрических ударений. Мой дядя самых честных правил четыре ударения, а и кланялся непринужденно два. Ритмы разные, а метр все тот же, четырехстопный ямб. Теперь все это стало азбукой. В тот день это было открытием действительно простым и внезапным, как Архимедова. Закону несовпадения метра и ритма должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого. Это открытие в дальнейшей разработке имеет несовершенство, о которых впоследствии было много писано. Тогда на первых порах разобраться в них было труднее, однако у меня с Белым тотчас начались препирательства по конкретному поводу. Как раз в то время он готовил к печати пепел и урну, и вдруг принялся коренным образом перерабатывать многие стихотворения, подгоняя их ритм к недавно открытым формулам. Разумеется, их ритмический узор, взятый в отвлечении, стал весьма замечателен, но в целом стихи сплошь и рядом оказывались испорчены. Сколько не спорил я с Белым, ничего не помогало. Стихи вошли в его сборники в новых редакциях, которые мне было больно слышать. Тогда-то и начал я настаивать на необходимости изучения ритмического содержания, не иначе, как в связи с содержанием смысловым. Об этом шли у нас пререкания то с глазу на глаз, то в кружке ритмистов, который составился при издательстве Мусагет. Внесмысловая ритмика мне оказалась ложным и вредным делом. Кончилось тем, что я перестал ходить на собрания. Белый в ту пору был в большой моде. Дамы и барышни его осаждали. Он с удовольствием кружил головы, но заставлял штудировать Канта, особ, которым совсем не того хотелось. Она мне цветочек, а я ей сударыня. Если вы так интересуетесь символизмом, то посидите-ка сперва над критикой чистого разума или «Ах, что за прелесть эта милейшая мадмуазель Штаневич! Я от нее в восторге!» Борис Николаевич, да ведь она Станевич, а не Штаневич. Да ну, в самом деле, а я ее все зову Штаневич. Как вы думаете, она не обиделась? Неделю спустя опять «Ах, мадмуазель Штаневич!» Борис Николаевич, Станевич, боже мой, неужели какое несчастье? А у самого глаза веселые и лживые. Иногда у него на двери появлялась записка «Б. Н. Бугаев занят» и просят не беспокоить. «Это я девиц», объяснял он. Но не всегда на сей счет был правдив. Мне жаловался. Надоел Пастернак. Полагаю, что Пастернаку надоел Ходосевич. Однажды чуть ли не в ярость. Нет, вы подумайте, вчера ночью в метель возвращаюсь домой. Амретто Шагинян сидит у подъезда на тумбе как дворник. «Надоело мне это!» А сам в то же время писал ей длиннейшие философские письма, из благодарности за которые бедная Мретто конечно готова была хоть замерзнуть. В 1911 году я поселился в деревне, и мы стали реже видеться. Потом Белый женился, уехал в Африку, ненадолго вернулся в Москву и уехал опять в Швейцарию к Рудольфу Штейнеру. Перед самой войной пришло от него письмо бодрое, успокоенное, с рассказом о мускулах, которые он себе набил, работая резчиком по дереву при постройке ГТАНУМа. Я думал, что наконец он счастлив. В тот вечер, когда в Москве получилось по телефону известие об убийстве Распутина, Гершензон повел меня к Бердяеву. Там обсуждались события. Там после долгой разлуки я впервые увидел Белого. Он был без жены, которую оставил в Дорныхе. С первого взгляда я понял, что ни о каком его успокоении нечего говорить. Физически огрубелый, с мозолистыми руками, он был в состоянии крайнего возбуждения. Говорил мало, но глаза, ставшие из синих бледно-голубыми, то бегали, то останавливались в каком-то ужасе. Облысевшее темя с пучками полуседых волос казалось мне медным шаром, который заряжен миллионами вольт электричества. Потом он приходил ко мне рассказывать о каких-то шпионах, провокаторах, темных личностях, преследовавших его в Дорныхе и во время переезда в Россию. За ним подглядывали, его выслеживали, его хотели сгубить в прямом смысле и еще в каких-то смыслах иных. Эта тема, в сущности, граничащая с манией преследования, была ему всегда близка. По моему глубокому убеждению, возникла она еще в детстве, когда казалось ему, что какие-то темные силы хотят его погубить, толкая на преступления против отца. чудовища, которые были и подстрекателями, и эриниями потенциального отцаубийства, Белый на самом деле носил в себе, но инстинкт самосохранения заставил его отыскивать их вовне, чтобы на них сваливать вину за свои самые темные помыслы вожделения и импульсы. Все автобиографические романы, о которых говорено выше, начиная с Петербурга и кончая Москвой под ударом, полны этими отвратительными уродами, отчасти вымышленными, отчасти фантастически пересозданными из действительности. Борьба с ними, то есть с носимым в душе зародышем предательства и отцеубийства, сделалась на всю жизнь основной главной центральной темой всех романов Белого, за исключением Серебряного Голубя. Ни с революцией, ни с войной эта тема по существу не связана и ни в каком историческом обрамлении не нуждается. В Котике Летаеве, в преступлении Николая Летаева и в крещеном китайце Белый без него и обошелся. С событиями 1905 и 1914 годов связано только Петербург, Московский чудак и Москва под ударом. Но для всякого, кто читал последние два романа, совершенно очевидно, что в них эта связь грубейшим образом притянута за волосы. Московского чудака и Москву под ударом Белый писал в середине 20-х годов, в советской России. В тексте и в предисловии он изо всех сил подчеркивал, будто главный герой обоих романов, математик Коробкин, олицетворяет свободную по существу науку, против которой ведет страшную интригу капиталистический мир, избравший своим орудием Митю Коробкинского сына. В действительности до всей этой абсолютно неправдоподобной концепции Белому не было никакого дела. Его истинной целью было дать очередной вариант своей излюбленной темы о преступлении против отца. Темные силы, толкающие Митю на преступление, наряжены в маске капиталистических демонов, единственно потому, что этого требовал социальный заказ. Замечательно, что московский чудак и Москва под ударом должны были по заявлению Белого составить лишь начало обширного цикла романов, который, однако, не был докончен, так же, как цикл, посвященный истории Николая Летаева. Почему? Потому что в обоих случаях Белый охладевал к своему замыслу тотчас после того, как была написана единственно важная для него часть о преступлении сына против отца. Только в Петербурге, самом раннем из романов этой эдиповской серии, тема революции 1905 года действительно занимала Белого. Однако по его собственным словам первая мысль связать личную тему с политической возникла и в Петербурге, потому что в политических событиях той эпохи прозвучал знакомый Белому с детства мотив подстрекательства, провокации. По своей неизменной склонности к чертежам он изображал структуру Петербурга в виде двух равных окружностей, из которых одна изображала личную, другая политическую тему. Вследствие очень незначительного, гораздо менее радиуса расстояния между центрами, большая часть площади у этих окружностей оказывалась общей. Она-то и представляла собою тему провокации, объединяющей обе стороны замысла и занимающей в нем центральное место. Петербург был задуман как раз в те годы, когда провокационная деятельность департамент полиции была вскрыта и стала предметом общего негодования и отвращения. У Белого к этим чувствам примешивался и даже над ними доминировал ужас порядка вполне мистического полиция подстарикала преступника, сама же за ним следила и сама же его карала, то есть действовала совершенно так, как темные силы, на которые Белый сваливал свои отцеубийственные помыслы. Единство метода наводило его мысль, точнее сказать, его чувство, на единство источника. Политическая провокация получала в его глазах черты демонические, в самом прямом смысле слова. За спиной полиции, от директора департамента до простого дворника, ему чудились инспираторы потустороннего происхождения. Обывательский страх перед городовым, внушенный ему еще в детстве, постепенно приобретал чудовищные размеры и очертания. Полиция всех родов, всех оттенков, всех стран повергала его в маниакальный ужас, в припадках которого он доходил до страшных, а иногда жалких выходок. Ненастно и весенней ночью в пустынном немецком городке Саарове мы возвращались от Горького к себе в гостиницу. Я освещал дорогу карманным фонариком. Единственный сааровский ночной сторож, старый инвалид, замученный мраком, дождем и скукой, брел по дороге шагах в десяти от нас, должно быть привлеченный огнем, как ночная бабочка. Вдруг Белый его увидел. Кто это? Ночной сторож. Ага, значит, полиция. За нами следят? Да нет же, Борис Николаевич, ему просто скучно ходить одному. Белый ускорил шаги. Сторож отстал. На нашу беду в гостиницу, куда примчались мы чуть не рысью, пришлось долго звонить. Тем временем подошел сторож. Он стоял поодаль в своем резиновом плаще с острым куколем. Наконец он сделал несколько шагов к нам и спросил, в чем дело. Вместо ответа Белый изо всех сил принялся дубасить в дверь своею дубинкой. Нам отперли. Белый стоял посреди передней, еле дыша и обливаясь потом. Военный коммунизм пережил он, как и все мы, в лишениях и болезнях. Ютился в квартире знакомых, топя печурку своими рукописями, голодая и стоя в очередях. Чтобы прокормить себя с матерью, уже больною и старую, мерил Москву из конца в конец, читал лекции в пролеткульте и в разных еще местах, целыми днями просиживал в Румянцевском музее, где замерзали чернила, исполняя бессмысленный заказ театрального отдела, что-то о театрах в эпоху французской революции, исписывая вороха бумаги, которые, наконец, где-то и потерял. В то же время он вел занятия в антропоссовском обществе, писал записки чудака, книгу по философии культуры, книгу о Льве Толстом и другое. С конца 1920 года я жил в Петербурге. Весной 1921 года переселился туда и он, там писателем было вольготнее. Ему дали комнату в гостинице на улице Гоголя, почти против бывшего ресторана Вена, где почти 14 лет тому назад мы обедали с Ниной Петровской. Он сторонился от поэтического Петербурга, подолгу гостя в царском селе у Иванова Разумника. Возобновились наши свидания и прогулки, теперь уж по петербургским набережнам, в белые ночи, в неизъяснимо прекрасном Петербурге тех дней, ходили мы на тихое поклонение медному всаднику. Однажды я водил белого к тому дому, где умер Пушкин. Как-то раз вбежал он ко мне веселый и светлый, каким я давно уже его не видал. Принес поэму первое свидание, лучшее из всего, что написано им в стихах. Я был первым слушателем поэмы. Да проститься мне это горделивое воспоминание. Да проститься мне и другое. В те самые дни написал он и первую свою статью обо мне, для пятого выпуска записок мечтателей. То был последний выпуск, проредактированный еще Блоком, но вышедший уже после смерти Блока. Он давно мечтал выехать за границу. Говорил, что хочется отдохнуть. Но были у него и другие причины, о которых он мне тогда не сообщал и о которых я только догадывался. Большевики не выпускали его. Он нервничал до того, что пришлось обратиться к врачу. Он подумывал о побеге. Из этого тоже ничего не вышло, да и не могло выйти. Он сам всему Петербургу разболтал по секрету, что собрался бежать. Его стали спрашивать, скоро ли вы бежите? Из этого он, разумеется, заключил, что чрезвычайка за ним следит, и, разумеется, доходил до приступов дикого страха. Наконец, после смерти Блока и расстрела Гумилева, большевики смутились и дали ему заграничный паспорт. Еще в начале 1919 года он получил уведомление о том, что отныне порываются личные узы меж ним и некоторыми дорогими ему обитателями Дорнаха. Этого удара он ожидал, но ему хотелось все-таки объясниться, кое-что выяснить в отношениях, потому-то и рвался за границу. Вторая цель поездки, тоже связанная с Дорнахом, была важнее. Надо иметь в виду, что значение и вес антропусовского движения Белый чудовищно преувеличивал. Ему казалось, что от антропусов вообще, и от Рудольфа Шнейдера в особенности, что-то в мире зависит. Вот он и ехал сказать братьям антропусовам и их руководителю, на плече которого некогда возлежал, о тяжких духовных родах, переживаемых Россией, о страданиях многомиллионного народа. Открыть им глаза на Россию почитал он своей миссией, о себя послом от России к антропусофии, так он выражался. Самая эта миссия, повторяю, может показаться делом не стоящим, но Белый смотрел иначе, а нам важна психология Белого. Что же случилось? По личному поводу с ним не только не захотели объясняться, но и выказали к нему презрение в форме публичной, вызывающей и оскорбительно нестерпимой. Что касается посольства, дело обернулось еще хуже. Оказалось, что ни доктор Штейнер, ни его окружение просто не намерены заниматься такими приходящими и мелкими вещами, как Россия. Может быть, у Штейнера были и другие причины. Он мог ожидать, и оказался бы в этом прав, что Белый отнюдь не ставит знака равенства между Россией и большевиками. Между тем, дело как раз шло к Рапальскому договору. Как бы то ни было, миссию Белого Дорнах решил игнорировать, и сам Штейнер явно уклонялся от свидания, чему, опять же, могли быть не только политические причины. Наконец, в каком-то собрании в Берлине Белый увидел Штейнера, подлетел и услышал подчеркнуто обывательский вопрос, заданный отеческий снисходительным тоном «Нави Гейтс». Белый понял, что говорить не о чем, и ответил с презрительным бешенством «Швери кейтен мидем вох нунг самт». Может быть, с того дня он и запил? Он жил в Цоссине под Берлином, недалеко от кладбища, в доме какого-то гробовщика. О его жизни в Цоссине смотрите замечательные воспоминания Марины Цветаевой в современных записках 1934 год, книга 55-я. В той же книге мною опубликованы три письма его. Мы встретились летом 1922 года, когда он приехал из России. Теперь он был совсем уж сед, глазах еще более выцвели, стали почти что белыми. С осени он переехал в город, и весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики. Ее видели, ей радовались, над ней насмехались слишком многие, скажу о ней покороче. Выражалась она главным образом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских дельм. Не в том дело, что танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчью фокстротов вносил он свои вариации, искаженный отцвет неизменного своеобразия, которое он проявлял во всем, за что бы ни брался. Танец в его исполнении превращался в чудовищную мимодраму, порой даже в непристойную. Он приглашал незнакомых дам. Те, которые были посмелее, шли, чтобы позабавиться и позабавить своих спутников. Другие отказывались. В Берлине это почти оскорбление. Третьим запрещали мужья отцы. То был не просто танец пьяного человека. То было, конечно, символическое попрание лучшего в самом себе, кощунство над собой, дьявольская гримаса себе самому, чтобы через себя показать ее Дорнаху. Дорнах не выходил у него из головы. По всякому поводу он мыслью возвращался к Штейнеру. Однажды едучи со мною в Унтергрунде и нечаянно поступая вполне по-прутковски, русские, окружающим непонятные слова, шепча на ухо, а немецкие, выкрикивая на весь вагон, он сказал мне «Хочется вот поехать в Дорнах?» Да крикнуть доктору Штейнеру, как уличные мальчишки кричат «Хэр доктор, си синт эйн алтер аффе!» Он словно старался падать все ниже. Как знать, может быть, и надеялся, услышат, окликнут, но Дорнах не снисходил со своих высот, а Белый жил как на угольях. Свои страдания он выкрикивал в форточку, то в виде плохих стихов с редкими проблесками гениальности, то в виде бесчисленных исповедей. Он исповедовался, выворачивая душу, кому попало, порой полузнакомым и вовсе незнакомым людям, соседям по табльдоту, ночным гулякам, смазливым пансионским горничным, иностранным журналистам. Полувлюбился в некую Мерехен, болезненную запуганную девушку-дочь содержателем маленькой пивной. Она смущалась чуть не до слез, когда хэр-профессор, ломая ей пальцы своими лапищами, отплясывал с нею неистовые танцы, а между танцами, осушая кружку за кружкой, рассказывал ей то рыча, то шипя, то визжа все одну и ту же запутанную историю, в которой она ничего не понимала. Замечательно, что и все эти люди, тоже ничего не понимавшие, заслушивались его, чуя, что пьяненький хэр-профессор непростой человек. Возвращаясь домой, раздевался он до гола и опять плясал, выплясывая свое несчастье. это длилось месяцами. Хотелось иногда пожалеть, что у него такое неиссякаемое физическое здоровье, уж лучше бы заболел, свалился. Его охраняли, за ним ухаживали, одни из любопытства, другие с истинной любовью. Из таких людей, опекавших его самоотверженно и любовно, хочу я назвать двоих, Коплуна Сумского, его тогдашнего издателя, и поэтессу Веру Лурье. К несчастью, он был упрямее и сильнее всех своих опекунов вместе взятых. Мы виделись почти каждый день, иногда с утра до глубокой ночи. Осенью появилась в Берлине Нина Петровская, сама полубезумная, нищая, старая, исхудалая, хромая. Восьмого ноября, как раз накануне того дня, когда исполнилось одиннадцать лет со дня ее отъезда из России, они у меня встретились, вместе ушли и вместе провели вечер. Оба жаловались потом. Даже безумство никакого не вышло. С ними случилось самое горькое из всего, что могло случиться. Им было просто скучно друг с другом. То было последнее на земле свидание Ренаты с огненным ангелом. Больше они не встречались. С середины ноября я поселился в двух часах езды от Берлина. Белый приезжал на три на четыре дня, иногда на целую неделю. Каким-то чудом работал. Чудесно была его работоспособность. Случалось ему писать чуть не печатный лист в один день. Он привозил с собой рукописи, днем писал, вечера мечтал нам написанное. То были воспоминания о блоке, далеко перераставшие первоначальную тему и становившиеся воспоминаниями о символистской эпохе вообще. Мы вместе придумывали для них заглавия. Наконец остановились на том, которое предложило Берберова начало века. Иногда его прорывал, он пил, после чего начинались сумбурные исповеди. Я имя почти не пользуюсь в данной статье, потому что в такие минуты Белый смешивал правду с воображением. Слушать его в этих случаях было так утомительно, что нередко я уже и не понимал, что он говорит, и лишь делал вид, будто слушаю. Впрочем, и он, по-видимому, не замечал собеседника. В сущности, это были монологи. Надо еще заметить, что, окончив рассказ, он иногда тотчас забывал об этом и принимался все рассказывать сызного. Однажды ночью он пять раз повторил мне одну историю. После пятого повторения, каждые минут по сорок, я ушел в свою комнату и упал в обморок. Пока меня приводили в чувство, Белый ломился в дверь. Пустите я вам хочу рассказать. Впрочем, из всей совокупности его тогдашних истерик я понял одно. Новая боль, теперешняя, пробудила старую, и старая оказалась больнее новой. Тогда-то мне и пришло в голову то, что впоследствии по соображению многих обстоятельств перешло в уверенность. Все, что в сердечной жизни Белого происходило после 1906 года, было только его попыткой залечить ту петербургскую рану. К весне он стал все-таки уставать. С горькой улыбкой говорил, надо жениться, а то кто меня пьяного в постель уложит. Из Москвы приезжала антропусовка Васильева. Звала с собою в Россию к антропусовской работе. Белый, прикрыв дверь от нее, шипел, хочет меня на себе женить. Да ведь вы сами хотите жениться? Не на ней! Яростно хрипел он, к черту тетка антропусовская! Он еще не поехал, словно чашу свою хотел испить до конца. К осени 1923 года, кажется, он ее испил. И в самую последнюю минуту, за которой, может быть, началось бы уже сумасшествие, решил ехать. Прежде всего, разумеется, за уходом, чтобы было кому его пьяного в постель уложить. Во-вторых, потому что понял, в эмиграции у него нет и не будет аудитории, а в России она еще есть. ехал к антропусовам, к тогдашней молодежи, которая его так любовно провожала два года тому назад, когда он уезжал за границу. Тогда, после одной лекции, ему кричали из публики «Помните, что мы здесь вас любим!» Нельзя отрицать, что перед отъездом он находился в состоянии неполной вменяемости. Однако, как часто бывает в подобных случаях, сквозь полубезумие пробивалась хитрость. Боясь, что близость с эмигрантами и полуэмигрантами — многие тогда находились на таком положении — может быть поставлены ему в вину, он стал рвать заграничные связи, прогнал одну девушку, которой был многим обязан, возводил совершенно бессмысленные поклепы на своего издателя, вообще искал ссор и умел их добиться. К несчастью, последняя произошла со мной. Расскажу о ней кратко, минуя некоторые любопытные, но слишком сложные подробности. В связи с получением визы ему приходилось неоднократно посещать берлинские советские учреждения, где он до такой степени ругал своих заграничных друзей, что даже коммунистам стало противно его слушать. Один из них, некто Г, сказал об этом Гершензону, который как раз в это время тоже возвращался в Россию после лечения и тоже выхлопатывал себе визу. Гершензон, очень любивший Белого, был до крайности угнетен сообщением МГ, которому, кстати, сказать нельзя было не верить, ибо он слово в слово повторял фразы, которые и нам приходилось слышать от Белого. Гершензон уехал значительно раньше Белого, но перед своим отъездом не вытерпел, рассказал мне все. Зная душевное состояние Бориса Николаевича, я решил стерпеть и смолчать, но в конце концов этого испытания не выдержал. В ту пору русские писатели вообще разъезжались из Берлина. Одни собирались в Париж, другие, в том числе я, в Италию. Недели за полторы до отъезда Белого решено было устроить общий прощальный ужин. За этим ужином одна дама, хорошо знавшая Белого, неожиданно сказала Борис Николаевич, когда приедете в Москву, не ругайте нас слишком. В ответ на это Белый произнес целую речь, в которой заявил буквально, что будет в Москве нашим другом и заступником и готов за нас пойти на распятие. Думаю, что в ту минуту он сам отчасти этому верил, но все-таки я не выдержал и ответил ему, что посылать его на распятие мы не вправе, и такого мандата ему дать не можем. Белый вскипел и заявил, что отныне прекращает со мной все отношения, потому что, оказывается, всю жизнь я своим скепсисом отравлял его лучшие мгновения, пресекал благороднейшие поступки. Все это были, конечно, пустые слова. В действительности он вышел из себя, потому что угадал мои настоящие мысли. Понял, что я знаю, что распинаться за нас он не будет, напротив. По существу он был неправ, даже слишком. Но и я виноват не меньше. Я вздумал требовать от него ответственности за слова и поступки, когда он находился уже по ту сторону ответственности. Воистину мой поступок был вызван очень большую любовью к нему. Я не хотел обидеть его с нисхождением, но лучше мне было понять, что нужно только любить его, несмотря на все и поверх всего. Это я понял, когда уже было поздно. О том, как он жил в советской России, мне известно немного. Он все-таки женился на Васильевой. Некоторое время вел антропосовскую работу. Летом 1923 года в Крыму гостя у Максимилиана Волошина помирился с Брюсовым. В советских изданиях его почти не печатали. Много времени он отдавал писанию автобиографии. История этой работы своеобразна. Еще перед поездкой за границу он прочел в Петербурге лекцию свои воспоминания о Блоке. Затем он эти воспоминания переделывал дважды, каждый раз значительно расширяя. Вторая из этих переделок, напечатанные в берлинском журнале Эпопея, навела его на мысль превратить воспоминания о Блоке в воспоминания обо всей эпохе символизма. В Берлине он успел написать только первый том, рукопись которого осталась за границей и не была издана. В России Белый принялся за четвертую редакцию своего труда. Он начал с более ранней эпохи, с рассказа о детских и юношеских годах. Этот том вышел под заглавием на рубеже двух столетий. За ним под заглавием начала века последовал первый том мемуаров литературных. Тут произошел в Белом психологический сдвиг, для него характерный. Еще в Берлине он жаловался на то, что работа, выраставшая из воспоминаний о Блоке, выходит слишком апологетической. Блок в ней приукрашен, вычищен как самовар. В Москве Белый решился исправить этот недостаток. Но в самое это время были опубликованы неприятные для него письма Блока, и он сорвался. Апологию Блок стал превращать в издевательство над его памятью. Он успел, однако же, написать еще один том между двух революций, появившийся только в конце 1937 года, то есть почти через три года после его смерти. В этой книге, окончательно очернив Блока, он еще безжалостнее расправился чуть ли не со всеми прочими спутниками своей жизни. Возможно, что он отчасти исходил из того положения, что если Блок оказался представлен в таком дурном виде, то остальные подавно стоят того же. Но, зная хорошо Белого, я уверен, что тут действовала еще одна своеобразная причина. Прикосновенность к религии, к мистике, к антропософии, все это, разумеется, ставилось ему в вину теми людьми, среди которых он теперь жил и от которых во всех смыслах зависел. В автобиографии все это надо было отчасти затушевать, отчасти представить в ином смысле. Уже в предыдущем томе Белый явно нащупывал такие идейные извороты, которые дали бы ему возможность представить весь свой духовный путь как поиски революционного миросозерцания. Теперь, говоря об эпохе, лежавшей между двух революций, он не только перед большевиками, но и перед самим собой, это и есть самое для него характерное, стал разыгрывать давнего упорного сознательного не только бунтовщика, но даже марксиста или почти марксиста рьяного борца с гидрой капитализма. Между тем, объективные и общеизвестные факты его личной и писательской биографии такой концепции не соответствовали. Любой большевик мог поставить ему на вид, что деятельным революционером он не был, и что в этом-то и заключается его смертный грех перед пролетариатом. И вот совершенно так, как в автобиографических романах он свою сокровенную вину перед отцом перекладывал на таинственных демонических подстрекателей, так и теперь всю свою жизнь он принялся изображать как непрерывную борьбу с окружающими, которые будто бы совращали его с революционного пути. Чем ближе был ему человек, тем необходимее было представить его тайным врагом, изменником, провокатором, наймитом и агентом капитализма. Он пощадил лишь нескольких ныне живущих в советской России, будь они за границей, и им бы не сдобровать. И совершенно так же, как он демонизировал и окарикатуривал всех, кто окружал героя в его романах, теперь он окарикатурил и представил в совершенно дьявольском виде бывших своих друзей. Его замечательный дар сказался и тут. Все вышли похожи на себя, но еще более на персонажей Петербурга или Москвы под ударом. Не сомневаюсь, что он работал с увлечением истинного художника, и сам какой-то одной стороной души верил в то, что выходит из-под пера. Однако, если бы большевики обладали большую художественной чуткостью, они могли бы ему сказать, что как его квази исторические романы в действительности суть фантастические, ибо в них нереальные персонажи действуют в нереальной обстановке, так же фантастично и его автобиография. Больше того, они могли бы ему сказать, что он окончательно разоблачил самого себя, как неисправимого мистика, ибо он не только сочинил, исказил, вывернул наизнанку факты вместе с персонажами, но и вообще всю свою жизнь представил не как реальную борьбу с наимитами капитализма, а как потустороннюю борьбу с демонами. Автобиография Белого есть такая же серия небывших событий, как его автобиографические романы. О воспоминаниях Белого смотрите также мои статьи в газете «Возрождение» от 28 июня и 5 июля 1934 и от 27 мая 1938 года. Я совсем не хочу сказать, что он внутренне был чушь революции, но подобно Блоку и Есенину он ее понимал не так, как большевики и принимал ее не в большевизме. Это, впрочем, особая, сложная и не мемуарная тема. Умер он, как известно, 8 января 1934 года от последствий солнечного удара, потому-то он и просил перед смертью, чтобы ему прочли его давнишние стихи. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел, думы века измерил, а жизнь прожить не сумел. Слушая в последний раз эти пророческие стихи, он, вероятно, так и не вспомнил, что некогда они были посвящены Нине Петровской. Париж 1934-38 годы. Муни Глава первая Я все-таки был Самуил Викторович Киссин, о котором я хочу рассказать, в сущности ничего не сделал в литературе. Но рассказать о нем надо и стоит, потому что, будучи очень сам по себе, он всем своим обликом выражал нечто глубоко характерное для того времени, в котором протекала его недолгая жизнь. Его знала вся литературная Москва конца девятисотых и начало девятьсот десятых годов. Не играя заметной роли в ее жизни, он скорее был одним из тех, которые составляли фон тогдашних событий. Однако по личным свойствам он не был человеком толпы, отнюдь нет. Он слишком своеобразен и сложен, чтобы ему быть типом. Он был симптом, а не тип. Мы познакомились в конце 1905 года. Самуил Викторович жил тогда в Москве бедным студентом на те 25 рублей в месяц, которые присылали ему родные из Рыбинска. Писал стихи и печатал их в крошечном журнальчике «Зори» под псевдонимом Муни. Так и звала его вся Москва до конца его жизни, хотя под конец он стал подписываться С. Киссин. Так буду и я называть его здесь. Мы сперва крепко не понравились друг другу, но с осени 1906 года как-то внезапно открыли друг друга и вскоре сдружились. После этого девять лет до кончины Муни мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесной. Внешняя история Муниной жизни очень несложна. Он родился в октябре 1885 года в Рыбинске, в еврейской семье небольшого достатка. Окончив Рыбинскую гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета. Летом 1909 года женился на Лидии Яковлевне Брюсовой, сестре поэта. В первые же дни войны был мобилизован, произведен в зауряд военные чиновники и скончался в Минске 28 марта 1916 года. След им, оставленный в жизни, как и в литературе, неглубок. Но незадолго до смерти, с той иронией, которая редко покидала его, он сказал мне, «Заметь, что я все-таки был». Глава 2 Предвестия упраздняются Мы переживали те годы, которые шли за 1905-м, годы душевной усталости и повального эстетизма. В литературе по пятам модернистской школы, внезапно получившей всеобщее признание как раз за то, что в ней было несущественно или плохо, потянулись бесчисленные низкопробные подражатели. В обществе тщедушные барышни босиком воскрешали эллинство, буржуа, вдруг ощутивший волю к дерзаниям, накинулся на вопросы пола, где-то пониже плодились сатанинцы и агарки, на улицах строились декаденские дома, и незаметно над всем этим скоплялось электричество. Гроза ударила в 1914-м году. Мы с Муни жили в трудном и сложном мире, который мне сейчас уже нелегко описать таким, каким он воспринимался тогда. В горячем предгрозовом воздухе тех лет трудно было дышать. Нам все представлялось двусмысленным и двузначащим, очертания предметов казались шаткими. Действительность, распыляясь в сознании, становилась сквозной. Мы жили в реальном мире и в то же время в каком-то особом, туманном и сложном его отражении, где было то да не то. Каждая вещь, каждый шаг, каждый жест, как бы отражался условно, проектировался в иной плоскости на близком, но неосезаемом экране. Явления становились видениями. Каждое событие сверх своего явного смысла еще обретало второй, который надо было расшифровать. Он нелегко нам давался, но мы знали, что именно он и есть настоящий. Таким образом, жили мы в двух мирах, но, не умея раскрыть законы, по которым совершаются события во втором, представлявшемся нам более реальным, нежели просто реальной, мы только томились в темных и смутных предчувствиях. Все совершающееся мы ощущали как предвестие. Чего? Как и многие тогда, нам казалось, что вскоре должны наступить события. Но, в отличие от многих других, наши предчувствия были окрашены очень мрачно. Мы сами не представляли себе вразумительно, что именно произойдет. Мы старались об этом не говорить с посторонними, но то, что проскальзывало, было неприятно. Нас не любили за скептицизм и карканье. В одном стихотворном письме 1909 года Муни писал мне ясно «Стихам Россию не спасти, Россия их спасет едва ли». Мы были только неопытные мальчишки лет двадцати, двадцати с небольшим, нечаянно зачерпнувшие ту самую каплю запредельной стихии, о которой писал поэт. Но и другие более опытные и ответственные люди блуждали в таких же потемках. Маленькие ученики плохих магов, а иногда и попросту шарлатанов, мы умели вызывать мелких и непослушных духов, которыми не умели управлять. И это нас расшатывало. В лесу символов мы терялись, на качелях соответствий нас укачивало. Символический быт, который мы создали, то есть символизм, ставший для нас не только методом, но и просто, хоть это вовсе не просто, образом жизни, играл с нами неприятные шутки. Вот некоторые из них ради образчика. Мы с Муни сидели в ресторане «Прага», зал которого разделялся широкой аркой. По бокам арки висели занавеси. У одной из них спиной к нам, держась правой рукой за притолоку, а левую заложив за пояс, стоял половой в своей белой рубахе и в белых штанах. Немного спустя из-за арки появился другой такого же роста и стал лицом к нам и к первому половому, случайно в точности повторив его позу, но в обратном порядке, левой рукой держась за притолоку, а правую заложив за пояс и так далее. Казалось, это стоит один человек перед зеркалом, Муни сказал, усмехнувшись. А вот и отражение пришло. Мы стали следить. Стоящий спиною к нам опустил правую руку, в тот же миг другой опустил левую. Первый сделал еще какое-то движение, второй опять с точностью отразил его, потом еще и еще. Это становилось жутко. Муни смотрел, молчал и постукивал ногой. Внезапно второй стремительно повернулся и исчез за выступами арки. Должно быть, его позвали. Муни вскочил, побледнев как мел, потом успокоился и сказал, если бы ушел наше отражение осталось, я бы не вынес. Пощупай, что с сердцем делается. В другой раз мы шли по Тверской. Муни говорил, что у него бывают минуты совершенно точного предвидения. Но оно касается только мелких событий. Да что там? Видишь вон та коляска? У нее сейчас сломается задняя ось. Нас обгоняла старенькая коляска на паре плохих лошадей. В ней сидел седой старичок с такой уже дамой. Ну что же, сказал я, что-то не ломается. Коляска проехала еще сажень десять, ее уже заслоняли другие экипажи. Вдруг она разом остановилась против магазина Елисеева посреди мостовой. Мы подбежали. Задняя ось была переломлена посредине. Старики вылезли. Они отделались испугом. Муни хотел подойти попросить прощения. Я на силу отговорил его. В тот же день, поздно вечером, мы шли по неглинному проезду. С нами был Ахрамович, тот самый, который потом сделался рьяным коммунистом. Тогда он был рьяным католиком. Я рассказал ему этот случай. Ахрамович шутя спросил Муни, а заказать вам нельзя что-нибудь в этом роде? Попробуйте. Ну, так нельзя ли нам встретить Антика? Антик был издателем желтых книжек универсальной библиотеки. Все трое мы в ней работали. Ну, что ж, пожалуйста, сказал Муни. Мы приближались к углу Петровских линий. Оттуда, пересекая нам дорогу, выезжал извозчик. Поравнявшись с нами, Седок снял шляпу и поклонился. Это был Антик. Муни сказал Ахрамовичу с укором, эх, вы не могли пожелать мессию. Эта жизнь была утомительна. Муни говорил, что все это переходит уже просто в гадость, в неврастению, в душевный насморк. И время от времени он объявлял предвестия упраздняются. Он надевал синие очки, чтобы не видеть лишнего, и носил в кармане столовую ложку и большую бутылку брома с развивающимся рецептом. Глава третья из неоконченного. Муни не 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 работа. Человек замечательных способностей, интуиции, порой необычайной, он обладал к тому же огромным количеством познаний, но сосредоточиться, ограничить себя не мог. Всякая работа вскоре отпугивала его, открывались неодолимые сложности и трудности. О чем бы дело ни шло, перед Муни возникал образ какого-то недостижимого совершенства, и у него опускались руки. Оказывалось, чего не коснись, за все надо было браться чуть не с пеленок, а теперь время уже упущено. Писал он стихи, рассказы, драматические вещи. В сущности, ничто ни разу не было доведено до конца. Либо он просто бросал, либо недорабатывал в смысле качества. Все, что он писал, было хуже, чем он мог написать. Разумеется, он всегда был полон проектов, замыслов, планов, шутя над собой говорил, что у него, как у Козьмы Пруткова, главнейшие произведения хранятся в кожаном портфеле с надписью «из неоконченного». В литературных оценках он был суров, безграничный и почти открыто презирал все, что не было вполне гениальным. При таких взглядах он имел несчастье быть до конца правдивым во всем, что касалось литературы. Будучи в душе мягок и добр, он старался скрывать свои мнения вовсе, но уж если приходилось, он их высказывал без прикрас. В литературном мире он был неприятен и неудобен. На авторских чтениях в кругу друзей, когда хочется выслушивать одни комплименты, хотя бы предательские, он иногда умудрялся испортить весь вечер, начавшийся так приятно. Его старались не приглашать, потому что боялись и не любили. Все, от маленьких литературных мальчиков до мужей прославленных и увенчанных, кажется, кроме меня только Борис Зайцев да покойный Головушев Сергей Глаголь умели к нему подойти с любовью, а он в ней очень нуждался. Чем лучше он относился к человеку, тем к нему был безжалостней, ко мне в первую очередь. Я шел к нему с каждыми новыми стихами, прослушав он говорил, дай-ка я погляжу глазами, голосом смазываешь, прикрашиваешь. В лучшем случае прочитав он говорил, что это не так уж плохо, но гораздо чаще делал утомленное и скучающее лицо и стонал «Боже, какая дрянь!» или «Что я тебе сделал дурного? За что ты мне этакое читаешь?» и начинал разбор подробный, долгий, уничтожающий. Если я слишком упорствовал, отстаивая свое творение, Муни наконец говорил «Хорошо будь по-твоему, напечатай и подпиши Николай Паярков». Паярков был глубоко бездарный поэт, впрочем, несчастный и жалкий. Теперь его уже нет на свете. Должен признаться, что я относился к его писаниям приблизительно так же. И так же каждый из нас относился к себе самому. Из года в год мы заедали самих себя и друг друга изо всех сил. Истинно, никто бы не мог сказать, что мы кодили друг к другу. Едкие осуждения мы по совести предпочитали упоительным похвалам. Только с началом войны, когда Муни уехал, я стал понемногу освобождаться из-под его тирании. Я знал, что как не полезна мне Мунина строгость, все же в конце концов она меня и задушит. Иногда, наезжая с войны, Муни замечал это и откровенно сердился, словно ревнуя к чему-то или к кому-то. Под конец его последнего пребывания в Москве, как раз накануне его отъезда, я должен был читать стихи на каком-то вечере в политехническом музее. Муни сказал, что придет меня слушать, но за час до начала позвонил по телефону. Нет, просто не приду, прости. Почему? Так не сочувствую. Не нужно все это, будь здоров. И повесил трубку. Это был наш последний разговор. На другой день, не зайдя ко мне, он уехал, а еще через два дня его не стало. Глава четвертая Тень от дыма В иные другом. Другие не понимали нас вовсе и обижались. Но мы порой как бы утрачивали способность говорить на общепринятом языке. Надо признать, что, вероятно, в обществе мы были отчасти невыносимы. Обычный вечер наш начинался в кафе на Тверском бульваре, а окончался поблизости на углу Малой Бронной в международном ресторане. В большой безобразной зале среди мелкошерстной публики под звуки надрывисто-залихватского оркестра все непыльных лавров сперва за графином водки, а потом за четвертинкой мартеля мы просиживали до закрытия. Тогда выходили на улицу и в любую погоду что были нам дождь и снег скитались по городу, забредая в Петровский парк и в замоскворечья не в силах расстаться, точно влюбленные по нескольку раз провожая друг друга до дому, часами простаивая под каким-нибудь фонарем и вновь начиная ту же прогулку. Был договор такой, куда бы ты не поспешал, хоть на любовное свидание, какое б в сердце не питал ты сокровенное мечтание, конец вечера или хоть конец ночи должен быть проведен вместе. Назначались свидания в три, в четыре, в пять часов ночи. В ясную погоду весной и летом происходили свидания у звезды. Мы встречались на Тверском бульваре, когда осветало, и только из-за страстного монастыря восходила утренняя звезда. Все, что лежало за пределами этой нашей жизни, с ее символическим обиходом, воспринималось Муне как докучная смена однообразных и грубых снов. Поскольку действительность была сном, она становилась бременем. Жизнь была для него легким бременем. Так он хотел назвать книгу стихов, которой никогда не суждено было появиться. В 1917 году она была подготовлена к печати его семьей и немногими близкими, в годы революции дважды побывала в типографии, однажды была вполне набрана, и все-таки ее нет. Все, за что брался Муне, в конце концов не удавалось и причиняло боль, потому, вероятно, что и брался то он с тайным страхом и отвращением. Все просто реальное было ему нестерпимо. Каждое жизненное событие тяготило его и непременно каким-то другим концом ударяло по нему. В конце концов, все явления жизни превращались для него в то, что он знал неприятностями. Он жил в непрерывной цепи этих неприятностей. Чтобы их избежать, надо было как можно меньше соприкасаться с действительностью. Бывало, о чем не расскажешь ему, что не предложишь, он отвечал морщась. Ну, к чему это? Он говорил, что ему противно и страшно лить воду на мельницу действительности. Но всем живущим без этого страха и отвращения он завидовал. Однажды, осенней ночью, мы проходили мимо запертой иверской часовни. На ступеньках сидели, стояли, лежали хромые, больные, нищие, расслабленные, кликуши. Муни сказал, знают, чего хотят. А ко мне, не к стихам, а ко мне самому, каков я есть, надо бы поставить эпиграф. Другие дым, я тень от дыма, я всем завидую, кто дым. Сама смерть его в шуме войны прошла незамеченной. Еще и теперь меня иногда спрашивают, а где сейчас Муни? Вы о нем ничего не знаете? Глава пятая. Семипудовая купчиха. Муни состоял из широкого костяка, обтянутого кожей. Но он мешковато одевался, тяжело ступал, впал и щеки, прикрывал большой бородой. У него были непомерно длинные руки, и он ими загребал, как горилла или борец. Видишь ли, говорил он, меня в сущности нет, как ты знаешь. Но нельзя, чтобы это знали другие, а то сам понимаешь, какие пойдут неприятности. И кончал по обыкновению цитаты. Моя мечта это воплотиться, но чтобы уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую, семипудовую купчиху. В одном из его рассказов главный герой большаков, человек незадачной жизни, мучимый разными страстями и неприятностями, решает довоплотиться в спокойного и благополучного Переяславцева. Сперва это ему удается, но потом он начинает бунтовать, и, наконец, Переяславцев убивает его. После одной тяжелой любовной истории в начале 1908 года Муни сам вздумал довоплотиться в особого человека, Александра Александровича Беклемишева. Рассказ о Большакове был написан позже, именно на основании опыта с Беклемишевым. Месяца три Муни не был похож на себя, иначе ходил, говорил, одевался, изменил голос и самые мысли. Существование Беклемишева скрывалось, но про себя Муни знал, что, наоборот, больше нет Муни, а есть Беклемишев, принужденный лишь носить имя Муни по причинам полицейского паспортного порядка. Александр Беклемишев был человек, отказавшийся от всего, что было связано с памятью о Муни, и в этом отказе, обретающий возможность жить дальше. Чтобы уплотнить реальность своего существования, Беклемишев писал стихи и рассказы, под строгой тайной посылал их в журналы, но редакторы, только что печатавшие Муни, неведомому Беклемишеву возвращали рукописи, не читая. Только Айхенвальд, редактировавший тогда литературный отдел русской мысли, взял несколько стихотворений незнакомого автора. Двойное существование, конечно, не облегчало жизнь Муни, а усложняло ее в геометрической прогрессии. Создалось множество каких-то совсем уж невероятных положений. Наши смыслы становились уже не двойными, а четверными, восьмерными и так далее. Мы не могли никого видеть и ничего делать. Отсюда возникали бездействия и безденежья. Случалось, что за день, за два, а однажды и за три дня мы вдвоем выпивали бутылку молока и съедали один калач. В довершение всего Муни бунтовал против Беклемишева. Лес из кожи, как мы назвали, и дело могло кончиться так, как впоследствии кончилось у Большакова с Переяславцевым. И вот однажды я оборвал все это, довольно грубо. Уехав на дачу, я написал и напечатал в одной газете стихи за подписью Елисофета Макшеева. Такая девица в восемнадцатом столетии существовала, жила в Тамбове. Она замечательна только тем, что однажды участвовала в представлении какой-то державинской пьесы. Стихи посвящались Александру Беклемишеву и содержали довольно прозрачное и насмешливое разоблачение Беклемишевской тайны. Впоследствии они вошли в мою книгу «Счастливый домик» под заглавием поэту. Прочитая их в газете, Муни не тотчас угадал автора. Я его застал в Москве на бульварной скамейке, подавленном и растерянном. Между нами произошло объяснение. Как бы то ни было, разоблаченному и ставшему шуткую Беклемишеву оставалось одно — исчезнуть. Тем дело тогда и кончилось. Муни вернулся к себе, хоть не сразу. К несчастью, Беклемишевская история и попытки воплотиться в семипудовую купчиху повлекли за собой другие, более житейские события, о которых сейчас рассказывать не время. Однако мы жили в такой внутренней близости, и в ошибках Муни было столько участия моего, что я не могу не винить и себя в этой смерти. Глава шестая Обуреваемый негр Муни написал две маленькие трагедии довольно дикого содержания. Одна называлась Обуреваемый негр. Ее герой негр в крахмальной рубашке и в подтяжках только показывается в разных местах Петербурга. На зимней канавке в модной мастерской в окне ресторана, где компания адвокатов и дам отплясывает кек-вок. Появляясь, негр бьет в барабан и каждый раз произносит приблизительно одно и то же. Так больше продолжаться не может Трамп там-там. Я обуреваем и еще. Этого ничего не будет. В последнем действии на сцене изображен поперечный разрез трамвая, который, жужжа и качаясь, как бы уходит от публики. В глубине за стеклом виден вагон уважатый. Поздний вечер. Пассажиры дремлют, покачиваясь. Вдруг раздается треск. Вагон останавливается. За сцену замешательство. Затем выходит театральный механик и заявляет «Случилось несчастье. По ходу действия негр попадает под трамваи. Но в нашем театре все декорации устроены так добросовестно и реально, что герой раздавлен на самом деле. Представление отменяется. Недовольные могут получить деньги обратно». В этой трагедии Муни предсказал собственную судьбу. Когда события, которых он ждал, стали осуществляться, он сам погиб под их слишком реальными декорациями. Последнюю и тихчайшей неприятностью реального мира оказалась война. Муни был мобилизован в самый день ее объявления. Накануне его явки в казарму я был у него. Когда я уходил, он вышел со мной из подъезда и сказал «Кончено, я с войны не вернусь. Или убьют, или сам не вынесу». Оказалось, что как еврей он не был произведен в прапорщике, но неожиданно назначен чиновником санитарного ведомства. Его отправили в сторону противоположную фронту, в Хабаровск. Оттуда перебросили в Варшаву, а когда она была занята немцами, в Минск. Но лазаретная жизнь для него оказалась не легче, чем была бы окопная. Приезжая иногда в отпуск, он старался не особенно жаловаться, но его письма оттуда были полны отчаяния. Реальность насела на него самую страшную форму. Все попытки освободить его, добиться хотя бы перевода в Москву, оказались тщетны. Начальство отвечало, ведь он в тылу, чего же еще, и по-своему было право. Под конец и приезды его стали тяжелы. В последний раз, уезжая из Москвы 25 марта 1916 года, он еще с дороги прислал открытку с просьбой известить об исходе одного дела, касавшегося меня. Но не только он не дождался ответ, а я открытка пришла, когда его уже не было в живых. По приезде в Минск на рассвете 28 марта Муни покончил с собой. Сохранился наброс к песенке, сочиненной им вероятно в вагоне. Она называется «Самострельная». Однажды осенью 1911 года в дурную полосу жизни я зашел к своему брату. Дома никого не было. Доставая коробочку с перьями, я выдвинул ящик письменного стола, и первое, что мне попалось на глаза, был револьвер. Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил Муни по телефону. «Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу». Муни приехал. В одном из писем с войны он писал мне, «Я слишком часто чувствую себя так, как, помнишь, ты в пустой квартире у Михаила». Тот случай, конечно, он вспомнил и умирая. Наша не забывалась. Муни находился у сослуживца. Сослуживца вызвали по какому-то делу. Оставшись один, Муни взял из чужого письменного стола револьвер и выстрелил себе в правый висок. Через сорок минут он умер. Робинсон сентябрь 1926 года. Гумилев и Блок Блок умер седьмого. Гумилев 27 августа 1921 года. Но для меня они оба умерли 3 августа. Почему я расскажу ниже. Пожалуй, трудно себе представить двух людей, более различных меж собою, чем были они. Кажется, только возрастом были они не столь далеки друг от друга. Блок был всего лет на 6, старше. Принадлежа к одной литературной эпохе, они были людьми разных поэтических поколений. Блок порой бунтовавший против символизма был одним из чистейших символистов. Гумилев до конца жизни, не вышедший из-под влияния Брюсова, воображал себя глубоким последовательным врагом символизма. Блок был мистик, поклонник прекрасной дамы, и писал кощунственные стихи не только о ней. Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видал людей до такой степени не подозревающих о том, что такое религия. Для Блока его поэзия была первейшим реальным духовным подвигом, неотделимым от жизни. Для Гумилева она была формой литературной деятельности. Блок был поэтом всегда, в каждую минуту своей жизни. Гумилев лишь тогда, когда он писал стихи. Все это и многое другое завершалось тем, что они терпеть не могли друг друга и этого не скрывали. Однако в памяти моей они часто являются вместе. Последний год их жизни, в сущности единственный год моего с ними знакомства, кончился почти одновременно смертью обоих. И в самой кончине их, и в том потрясении, которое она вызвала в Петербурге, было что-то связующее. Мы с Гумилевым в один год родились, в один год начали печататься, но они встречались долго. Я мало бывал в Петербурге, а он в Москве, кажется, и совсем не бывал. Мы познакомились осенью 1918 года в Петербурге на заседании коллегии всемирной литературы. Важность, с которой Гумилев заседал, тотчас мне напомнила Брюсова. Он меня пригласил к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной неучтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал, не шутит ли он. Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон, всякий другой был бы фамильярностью. В опустелом, голодном, пропавшем в облую Петербурге, оба голодные и схудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, среди нетопленного и неубранного кабинета, сидели мы и беседовали с непомерной важностью. Памятуя, что я москвич, Гумилев счел нужным предложить мне чаю. Но сделал это таким неуверенным голосом, сахару, вероятно, не было, что я отказался и тем, кажется, вывел его из затруднения. Меж тем обстановка его кабинета все более привлекала мое внимание. Письменный стол, трехстворчатый книжный шкаф, высокие зеркала в простенках, кресла и прочее. Все мне было знакомо до чрезвычайности. Наконец, я спросил осторожно, давно ли он живет в этой квартире. «В сущности, это не моя квартира», ответил Гумилев, «это квартира М». Тут я все понял. Мы с Гумилевым сидели в бывшем моем кабинете. Лет за десять до того эта мебель отчасти принадлежала мне. Она имела свою историю. Адмирал Федор Федорович Матюшкин, лицейский товарищ Пушкина, снял ее с какого-то корабля и ею обставил дом у себя в имении возле Балагова на берегу озера. Имение называлось Заимка. По местным преданиям Пушкин, конечно, не раз бывал в Заимке. Показывали даже кресла, обитое зеленым софьяном любимое кресло Пушкина. Как водится, это была лишь легенда. Пушкин в тех местах не бывал вовсе, да и Матюшкин купил это имение только лет через тридцать после смерти Пушкина. После кончины Матюшкина Заимка переходила из рук в руки, стало называться Лидиным, но обстановка старого дома сохранилась. Даже особые приспособления в буфете для подвешивания посуды на случай качки не были заменены обыкновенными полками. В 1905 году я сделался случайным полуобладателем этой мебели и вывез ее в Москву. Затем ей суждено было перекочевать в Петербург, а когда революция окончательно сдвинула с мест всех и все, я застал среди нее Гумилева. Ее настоящая собственница была в Крыму. Посидев сколько следовало, для столь натянутого визита я встал. Когда Гумилев меня провожал в передней, из боковой двери выскочил тощенький бледный мальчик, такой же длиннолицый, как Гумилев, в запачканной к своротке и в валенках. На голове у него была уланская каска. Он размахивал игрушечной сабелькой и что-то кричал. Гумилев тотчас отослал его тоном короля, отсылающего дофина к его гувернерам. Чувствовалось, однако, что в сырой и промозглой квартире нет никого, кроме Гумилева и его сына. Два года спустя переехал я в Петербург. Мы стали видеться чаще. В Гумилеве было много хорошего. Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. к стихам подходил формально, но в этой области был и зорок и тонок. В механику стиха он проникал как мало кто. Думаю, что он это делал глубже и зорче, нежели даже Брюсов. Поэзию он обожал. В суждениях старался быть беспристрастным. За всем тем его разговор, как и его стихи, редко был для меня питателен. Он был удивительно молод душой, а может быть и умом. Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его подмашинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной, наконец, в напускной важности, которая так меня удивила при первой встрече, и которая вдруг сползла, куда-то улетучилась, пока он не спохватывался и не натягивал ее на себя сызного. Изображать взрослого ему нравилось как всем детям. Он любил играть в метро, в литературное начальство своих гумилят, то есть маленьких поэтов и поэтесс, его окружавших. Поэтическая детвора его очень любила. Иногда после лекции о поэтике он играл с нею в жмурке, в самом буквальном, а не в переносном смысле слова. Я раза два это видел. Гумилев был тогда похож на славного пятиклассника, который разыгрался с приготовишками. Было забавно видеть, как через полчаса после этого он, играя в большого, степенно беседовал с коней, и коней весьма уступал ему в важности обращения. На святках 1920 года в Институте истории и искусств устроили бал. Помню, в огромных промерзших залах Зубовского особняка на Исаакиевской площади скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснятся к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменной во фраке Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет бал. Весь вид его говорит. Ничего не произошло. Революция не слыхал. В ту зиму Блок избегал людей. Конечно, он не был и на балу. Он запомнился мне на другом вечере. Дом литераторов, одно из последних прибежищ наших, задумал устраивать ежегодные всероссийские чествования памяти Пушкина в день его смерти. Впоследствии они были перенесены на день рождения Пушкина. Из них же возникли и зарубежные дни русской культуры. Первый вечер состоялся 11 февраля 1921 года. Предстояли речи Кони, Котлеровского, Блока и Моя. Кузьмин должен был читать стихи. Я был болен, не успел приготовить речь к сроку и отказался выступить, но пошел на вечер. На эстраде сидели представители Дома литераторов Волковыский, Харитон и Рецкий. За столом президиума в центре Котлеровский председатель, по правую руку от него Ахматова, Щеголев и я, по левую Кони, Кузьмин и на конце стола Блок, который все время сидел, низко опустив голову. Речам предшествовали краткие заявления разных организаций о том, в какой форме предполагают они в будущем отмечать пушкинские дни. В числе делегатов явился и официальный представитель правительства, некий Кристи, по должности заведующий так называемым академическим центром. Писателям и ученым постоянно приходилось иметь с ним дело. Он был человек пожилой, мягкий, доброжелательный. Под несочувственными взглядами битком набитого зала он приметно конфузился. Когда ему предоставили слово, он встал, покраснел и, будучи неречист от природы, тотчас же сбился. Не рассчитал отрицательных частиц и произнес буквально следующее. «Русское общество не должно предполагать, будто во всем, что касается увековечения памяти Пушкина, оно не встретит препятствий со стороны рабочей крестьянской власти». По залу пробежал смех. Кто-то громко сказал «И не предполагаем». Блок поднял лицо и взглянул на Кристи с кривой усмешкой. Своё вдохновенное слово о Пушкине он читал последним. На нём был чёрный пиджак поверх белого свитера с высоким воротником. Весь ожилистый и сухой, обветренным красноватым лицом он похож был на рыбака. Говорил глуховатым голосом, отрубая слова, засунув руки в карманы. Иногда поворачивал голову в сторону Кристи и отчеканивал. «Чиновники, суть наша чернь, чернь вчерашнего и сегодняшнего дня. Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на её тайную свободу и препятствуя ей выполнять её таинственное назначение». Бедный Кристи приметно страдал, ёрзая на своём стуле. Мне передавали, что перед уходом, надевая пальто в передний, он сказал громко, «Не ожидал я от Блока такой бестактности». Однако в той обстановке и в устах Блока речь прозвучала не бестактностью, а глубоким трагизмом, отчасти может быть покаянием. Автор двенадцати завещал русскому обществу и русской литературе хранить последнее пушкинское наследие свободу хотя бы тайную. И пока он говорил, чувствовалось, как постепенно рушится стена между ним и залом. В овациях, которыми его провожали, была та просветлённая радость, которая всегда сопутствует примирению с любимым человеком. Во время Блоковской речи появился Гумилёв. Под руку стоя уже дамой, что была с ним на балу, он торжественно шёл через весь зал по проходу. Однако на этот раз в его опоздании на вечер и в его фраке, быть может, рядом со свитером Блока, и в вырезном платье его спутницы было что-то неприятное. На эстраде было для него приготовлено место. Он уже занёс ногу на скрипучую ступеньку, но Котлеровский резко махнул на него рукой, он сел где-то в публике и через несколько минут вышел. Вечер был повторён три раза. Я, наконец, написал свою речь, колеблемый треножник, и читал её. За кулисами, в ожидании своей очереди, мы с Блоком беседовали. В сущности, только те вечера мы с ним говорили более или менее наедине. В последний раз, это было в здании университета, так вышло, что в какой-то пустынной комнате за холодным клеёнчатым столом просидели мы часа полтора. Начали с Пушкина, перешли к раннему символизму. О той эпохе, о тогдашних мистических увлечениях, об Андрее Белом и Сергею Михайловичу Соловьёве Блок говорил с любовной усмешкой. Так вспоминают детство. Блок признавался, что многих тогдашних стихов своих он больше не понимает. Забыл, что тогда значили многие слова, а ведь казались сакраментальными. А теперь читаю эти стихи как чужие и не всегда понимаю, что, собственно, хотел сказать автор. В тот вечер, 26 февраля, он был печальнее, чем когда-либо. Говорил много о себе, как будто с самим собою, смотря вглубь себя, очень сдержанно, порою, полунамёками, смутно, спутанно. Но за его словами ощущалась суровая, терпковатая правдивость. Казалось, он видит мир и себя самого в трагической обнажённости и простоте. Правдивость и простота навсегда и остались во мне связаны с воспоминанием о Блоке. Гумилёв слишком хорошо разбирался в поэтическом мастерстве, чтобы не ценить Блока вовсе. Но это не мешало ему не любить Блока лично. Не знаю, каковы были их отношения прежде того, но, приехав в Петербург, я застал обоюдную вражду. Не думаю, чтобы её причины были мелочные, хотя Гумилёв, очень считавшийся с тем, кто какое место занимает в поэтической иерархии, мог завидовать Блоку. Вероятно, что дело тут было в более серьёзных расхождениях. Враждебны были миросозерцания, резко противоположны литературные задачи. Главное в поэзии Блока, её сокрытый двигатель и её душевно-духовный смысл должны были быть Гумилёву чужды. Для Гумилёва в Блоке с особой ясностью должны были проступать враждебные и не совсем понятные ему стороны символизма. Недаром манифесты акмеистов были направлены прежде всего против Блока и Белого. Блока же в Гумилёве должна была задевать пустоватость, ненужность, внешность. Впрочем, с поэзией Гумилёва, если бы дело всё только в ней заключалось, Блок, вероятно, примирился бы, мог бы во всяком случае отнестись к ней с большей терпимостью. Но были тут два усложняющих обстоятельства. На ученика Гумилёва обрушивалась накоплявшаяся годами вражда к учителю Брюсову. Вражда тем более острая, что она возникла на развалинах бывшей любви. Акмеизм и всё то, что позднее называли Гумилёвщиной, казалось Блоку разложением Брюсовщины. Во-вторых, Гумилёв был не одинок. С каждым годом увеличивалось его влияние на литературную молодёжь, и это влияние Блок считал духовно и поэтически пагубным. В начале 1921 года вражда пробилась наружу. Чтобы попутно коснуться ещё некоторых происшествий, я начну несколько издалека. Ещё года за четыре до войны в Петербурге возникло поэтическое сообщество, получившее название «Цех поэтов». В нём участвовали Блок Сергей Городецкий, Георгий Чулков, Юрий Верховский, Николай Клюев, Гумилёв и даже Алексей Толстой, в ту пору ещё писавший стихи. Из молодёжи Мандельштам, Георгий Нарбут и Анна Ахматова, тогдашняя жена Гумилёва. Первоначально объединение было в литературном смысле беспартийно. Потом завладели им акмеисты, а несочувствующие акмеизму, в том числе Блок, постепенно отпали. В эпоху войны и военного коммунизма акмеизм кончился, цех заглох. В начале 1921 года Гумилёв вздумал его воскресить и пригласил меня в нём участвовать. Я спросил, будет ли это первый цех, то есть беспартийный, или второй акмеистский. Гумилёв ответил, что первый, и я согласился. Я как раз в тот вечер должно было состояться собрание, уже второе по счёт. Я жил тогда в доме искусств, много хворал, и почти ничего не видел. Перед собранием я зашёл к соседу своему, Мандельштаму, и спросил его, почему до сих пор он мне ничего не сказал о возобновлении цеха. Мандельштам засмеялся. Да потому, что и нет никакого цеха. Блок, Сологуб и Ахматова отказались. Гумилёву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики. А вы попались. Там нет никого, кроме гумилят. — Позвольте, а сами-то вы что же делаете в таком цехе? — спросил я с досадой. Мандельштам сделал очень серьёзное лицо. Я там пью чай с конфетами. В собрании кроме Гумилёва и Мандельштама я застал ещё пять человек. Читали стихи, разбирали их. Цех показался мне бесполезным, но и безвредным. Но на третьем собрании меня ждал неприятный сюрприз. Происходило вступление нового члена, молодого стихотворца Нельдихина. Неофит читал свои стихи. В сущности, это были стихотворения в прозе. По-своему, они были даже восхитительны, той игривой глупостью, которая в них разливалась от первой строки до последней. Тот я, от имени которого изъяснялся Нельдихин, являл собою обращик отборного и законченного дурака, притом дурака счастливого, торжествующего и беспредельно самодовольного. Нельдихин читал «Женщины, двух с половиной оршинные куклы, хохочущие, бугристотелые, мягкогубые, прозрачно-глазые, каштановолосые, носящие всевозможные распашонки и матовые висюльки-серьги, любящие мои альтоголосые проповеди и плохие хозяйки. О, как волнуют меня такие женщины! По улицам всюду ходят пары, у всех есть жены и любовницы, а у меня нет подходящих. Я совсем не какой-нибудь урод, когда я полнею, я даже бываю лицом похож на Байрона». Дальше рассказывалось, что нашлась все-таки какая-то Женька или Сонька, которой он подарил карманный фонарик, но она стала ему изменять с бухгалтером, и он, чтобы отплатить, украл у нее фонарик, когда ее не было дома. Все это декламировалось нараспев и совсем серьезно. Слушатели улыбались, они не покатывались со смеху, только потому, что знали историю фонарика чуть ли не наизусть. Излияния Нельдихина уже были в славе. Авторское чтение в цехе было всего лишь формальностью, до которых Гумилев был охотник. Когда Нельдихин кончил, Гумилев в качестве синдика произнес приветственное слово. Прежде всего, он отметил, что глупость до ныне была в загоне, поэты ею несправедливо гнушались, однако пора ей иметь свой голос в литературе. Глупость такое же естественное свойство, как ум. Можно ее развивать, культивировать. Припомнив двустишие Бальмонта «Но мерзок сердцу облик идиота и глупости я не могу понять», Гумилев назвал его жестоким и в лице Нельдихина приветствовал вступление очевидной глупости в цех поэтов. После собрания я спросил Гумилева, стоит ли издеваться над Нельдихином и зачем нужен Нельдихин в цехе. К моему удивлению, Гумилев заявил, что издевательства никакого нет. Не мое дело, сказал он, разбирать, кто из поэтов что думает. Я только сужу, как они излагают свои мысли или свои глупости. Сам я не хотел бы быть дураком, но я не вправе требовать ума от Нельдихина. Свою глупость он выражает с таким умением, какое не дается и многим умным. А ведь поэзия и есть умение, значит Нельдихин поэт, и мой долг принять его в цех. Несколько времени спустя должен был состояться публичный вечер цеха с участием Нельдихина. Я послал Гумилёву письмо о своем выходе из цеха. Однако я сделал это не только из-за Нельдихина. У меня была и другая причина, гораздо более веская. Еще до моего переезда в Петербург там образовалось отделение Всероссийского Союза поэтов, правление которого находилось в Москве и возглавлялось чуть ли не самим Луначарским. Не помню, из кого состояло правление, председателем же его был Блок. Однажды ночью пришел ко мне Мандельштам и сообщил, что Блоковское правление Союза частому назад свергнуто и заменено другим, в состав которого вошли исключительно члены цеха, в том числе и я. Председателем избран Гумилёв. Переворот совершился как-то странно. Повестки были разосланы чуть ли не за час до собрания и далеко не все их получили. Все это мне не понравилось и я сказал, что напрасно меня выбрали, меня не спросив. Мандельштам стал меня уговаривать не подымать истории, чтобы не обижать Гумилёва. Из его слов я понял, что перевыборы были подстроены некоторыми членами цеха, которым надобно было завладеть печатью союза, чтобы при помощи ее обделывать дела мошеннического и коммерческого свойства. Для этого они и прикрылись именем и положением Гумилёва. Гумилёва же, как ребенка, соблазнили титулом председателя. Кончилось с тем, что я пообещал формальное исправление не выходить, но фактически не участвовал ни в его заседаниях, ни вообще в делах Союза. Это-то и толкнуло меня на выход из цеха. Блок своим председательством в Союзе, разумеется, не дорожил. Но ему не нравились явно подстроенные выборы, и он был недоволен тем, что отныне литературное влияние Гумилёва будет подкреплено нажимом со стороны Союзного правления, и Блок решился выйти из неподвижности. Как раз в это время удалось получить разрешение на издание еженедельника под названием «Литературная газета». В редакцию вошли Тихонов, Замятин и Чуковский. Для первого номера Блок дал статью, направленную против Гумилёвы и Цех. Называлась она «Без божества, без вдохновения». Литературная газета прекратила существование раньше, чем начала выходить. За рассказ Замятина и мою передовицу номер был конфискован еще в типографии по распоряжению Зиновьева. Статью Блока я прочел лишь много лет спустя, в собрании его сочинений. Признаться, она мне кажется очень вялой и туманной, как многие статьи Блока. Но в ту пору ходили слухи, что она очень резка. В одной из тогдашних встреч Блок и сам говорил мне тоже. С досадой он говорил о том, что Гумилёв делает поэтов из ничего. Это был мой последний разговор с Блоком. Но издали я его видел еще один раз. Первого марта был назначен вечер его стихов в Малом театре. По советскому времени было уже почти восемь часов, по-настоящему пять. Не спеша шел я по театральной улице, потому что люблю это время дня, было светло и пустынно. В Чернышовом сквере я услыхал за собой торопливые легонькие шаги и тотчас же торопливый, но слабый голос. Скорее, скорее, а то опоздаете. Это была мать Блока, маленькая, сухая, с горячим румянцем, на морщинистых щечках. Она чуть не бежала рядом со мной и, задыхаясь, безумолку лепетала о том, что волнуется за Сашу, что мы вот-вот опоздаем, что боится, как бы Чуковский не наговорил пошлостей. Чуковский должен был сказать вступительное слово. Потом, что я непременно-непременно должен зайти за кулисы к Саше, что у Саши побаливает нога, но главное, главное, как бы нам только не опоздать. Наконец, мы пришли. Места наши оказались рядом, но она, повертевшись, поволновавшись, вскочила и убежала, должно быть, на сцену. Во втором отделении после антракта вышел Блок. Спокойный и бледный остановился посреди сцены и стал читать, по обыкновению пряча в карман то одну, то другую руку. Он прочитал лишь несколько стихотворений, с проникновенную простотой и глубокой серьезностью, о которой лучше всего сказать словом Пушкина с важностью. Слова он произносил очень медленно, связывая их едва уловимым напевом, внятным, быть может, лишь тем, кто умеет улавливать внутренний ход стиха. Читал отчетливо, ясно, выговаривая каждую букву, но при том шевелил лишь губами, не разжимая зубов. Когда ему хлопали, он не высказывал ни благодарности, ни притворного, ни внимания, с неподвижным лицом опускал глаза, смотрел в землю и терпеливо ждал тишины. Последним он прочитал перед судом одно из самых безнадежных своих стихотворений «Что же ты потупилась в смущении? Посмотри как прежде на меня, вот какое ты стала в унижении в резком неподкупном свете дня. Я и сам ведь не такой, не прежний, недоступный, гордый, чистый, злой, я смотрю добрей и безнадежней на простой и скучный путь земной». То и дело ему кричали «двенадцать, двенадцать», но он, казалось, не слышал этого. Только глядел еще угрюмее, сжимал зубы. И хотя он читал прекрасно, лучшего чтения я никогда не слышал, все приметнее становилось, что читает он машинально, лишь повторяя привычные, давно затверженные интонации. Публика требовала, чтобы он явился перед ней прежним блоком, каким она его знала или воображала, и он, как актер, с мучением играл перед нею того блока, которого уже не было. Может быть, с такой ясностью я увидел все это в его лице не тогда, а лишь после, по воспоминанию, когда смерть закончила и объяснила последнюю главу его жизни. Но ясно и твердо помню, что страдания и отчужденность наполняли в тот вечер все его существо. Это было так очевидно, так разительно, что, когда задернулся занавес и утихли последние аплодисменты и крики, мне показалось неловко и грубо идти к нему за кулисы. Через несколько дней уже больной он уехал в Москву. Вернувшись, слег и больше уже не встал. В Пушкинской своей речи ровно за полгода до смерти он говорил «покой и воля». Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий, не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем. Жизнь потеряла смысл. Вероятно, тот, кто первый сказал, что Блок задохнулся, взял это именно отсюда. И он был прав. Не странно ли, Блок умирал несколько месяцев. на глазах у всех его лечили врачи. И никто не называл и не умел назвать его болезнь. Началось с боли в ноге. Потом говорили о слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал. Но отчего же он все-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то вообще от того, что был болен весь, от того, что не мог больше жить. Он умер от смерти. Мой уход из цеха поэтов не повлиял на наши личные отношения с Гумилевым. Около этого времени он тоже поселился в Доме искусств, и мы стали видеться даже чаще. Он жил деятельно и бодро. Конец его начался приблизительно в то же время, когда и конец блок. На Пасхе вернулся из Москвы в Петербург один наш общий друг, человек большого таланта и большого легкомыслия. Жил он, как птица небесная, говорил, что Бог на душу положит. Провокаторы и шпионы к нему так и льнули. Про писателей от него можно было узнать все, что нужно. Из Москвы привез он нового своего знакомца. Знакомец был молод, приятен в обхождении, щедр на небольшие подарки, папиросами, сластями и прочим. Называл он себя начинающим поэтом, со всеми спешил познакомиться. привели его и ко мне, но я скоро его спровадил. Гумилеву он очень понравился. Новый знакомец стал у него частым гостем, помогал налаживать дом поэтов, филиал союза, козырял связями в высших советских сферах. Ни одному мне казался он подозрителен. Гумилева пытались предостеречь. Из этого ничего не вышло. Словом, не могу утверждать, что этот человек был главным и единственным виновником гибели Гумилева, но после того, как Гумилев был арестован, он разом исчез, как в воду канул. Уже за границей я узнал от Максима Горького, что показания этого человека фигурировали в гумилевском деле, и что он был подослан. В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду 3 августа мне предстояло уехать. Вечером накануне отъезда пошел я проститься кое с кем из соседей по дому искусств. Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома, отдыхал после лекции. Мы были в хороших отношениях, но короткости между нами не было. И вот как два с половиной года тому назад меня удивил слишком официальный прием со стороны Гумилева, так теперь я не знал чему приписать необычайную живость, с которой он обрадовался моему приходу. Он выказал какую-то особую даже теплоту, ему как бы и вообще несвойственную. Мне нужно было еще зайти к баронессе Икскуль, жившей этажом ниже, но каждый раз, как я подымался уйти, Гумилев начинал упрашивать посидите еще. Так я и не попал к Варваре Ивановне, просидев у Гумилева часов до двух ночи. Он был на редкость весел, говорил много на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царско-сельском лазарете, о государине Александре Федоровне и великих княжнах. Потом Гумилев стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго, по крайней мере до девяносто лет. Он все повторял непременно до девяносто лет, уж никак не меньше. до тех пор собирался написать книгу книг, упрекал меня. Вот мы однолетки с вами, а поглядите, я право на десять лет моложе. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурки играю и сегодня играл, и потому непременно проживу до девяносто лет, а вы через пять лет скиснете. И он хохоча показывал, как через пять лет я буду сгорбившись волочить ноги и как он будет выступать молодцом. Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда на утро условленный час я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилева арестовали и увезли. Итак, я был последним, кто видел его на воле. В его преувеличенной радости моему приходу должно быть было предчувствие, что после меня он уже никого не увидит. Я пошел к себе и застал там поэтессу Надежду Павлович, общую нашу с Блоком приятельницу. Она только что прибежала от Блока красной от жары и запухшей от слез. Она сказала мне, что у Блока началась агония. Как водится, я стал утешать ее, обнадеживать. Тогда в последнем отчаянии она подбежала ко мне и, захлебываясь слезами, сказала «Ничего вы не знаете, никому не говорите». Уже несколько дней он сошел с ума. Через несколько дней, когда я был уже в деревне, Андрей Белый известил меня о кончине Блока. 14 числа в воскресенье отслужили мы по нем панихиду в деревенской церкви. По вечерам у костров собиралась местная молодежь, пела песни. Мне захотелось тайком помянуть Блока. Я предложил спеть коробейников, которых он так любил. Странно. Никто не знал коробейников. В начале сентября мы узнали, что Гумилев убит. Письма из Петербурга шли мрачные, с полунамеками, с умолчаниями. Когда вернулся я в город, там еще не опомнились после всех этих смертей. В начале 1922 года, когда театр, о котором перед арестом много хлопотал Гумилев, поставил его пьесу Гондла на генеральной репетиции, а потом и на первом представлении, публика стала вызывать автора. Пьесу велели снять с репертуара. Париж, 1931 год. Париж, а потом Париж, мастер, полунам. поема, мастера вода, в кастрюме репетиции, погнали. Продолжение следует...